Локальная запись пошла 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 В игру Для того чтобы было и по разнообразнее и по Я думаю эффективнее Это будет касаться стартового бонуса региона Откажемся от спутников Несмотря на то что Россия мне очень понравилась И вот эта вот тема с перелетом И с дешевыми спутниками Она очень хороша Все таки я выберу другой бонус Пока еще до конца не решил какой Так О Блай надо записать Спасибо что... Блай Поддерживая нормальное количество самолетов Мест нет Следив за доступными бойцами Пока все Пока Значит Да Ребят Блин Блин ну так разведчика называть Это очень очень плохо Ставим галочки Я бы хотел в этот раз сыграть Без рандомных перков Ну опять же ради разнообразия Потому что в прошлый раз они были В этот раз их не будет И я думаю что нам будет Несколько проще Планировать роли бойцов Меньше путаницы будет Кто там с овервотчами Кто там у нас С опрессами В общем Красный туман Да Рулетка улучшений нет Строгий отбор нет Инфляция нет Нервишки нет Второй шанс пока ставлю Командирский отбор да Улучшенная информация Да Зеленый скип Новая экономика Да Скрытый потенциал Да Это вот количество статов Которые Получаются Когда ты Когда бойцы повышаются Максимальный эффект Да Ну собственно это в обе стороны работает Если тебя Флангуют То это почти гарантированный крит Усталость от войны Да Углы прицеливания Да Мы легион Хорошая галочка На старте Мега облегчающая задача И облегчающая еще половину миссии Экзальта Менее рандомными их делает То есть там реально можно повоевать будет Буду я также как в прошлый раз играть в мэков Но тоже решил мэков порезать других Тоже ради разнообразия Для того чтобы посмотреть А что там кроме валькирии Ну то есть если не резать пехотинцев Если не резать инженеров Кого еще можно будет порезать Будем выбирать ближе Когда вот уже мэки будут появляться Будем смотреть кого мы будем резать Так Что-то забыл Вроде нет Забыл поставить Терминатор Без комментариев Возможно нам придется перерестартовать Я еще хочу чтобы Хотя бы один пар А Самый сложный выбор По поводу бонуса за оригинал Премиум 9 месяцев Я бы хотел выбрать между 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 лабу плюс мастерская С этого бонуса И Материалы фрагменты сразу в литейке Тоже хорошая тема Очень хорошая тема Ладно давайте Я уже задавался этим вопросом И вчера и сегодня Следующая операция пройдет в Канаде О ледокол подарил ледокол Блин какие вы Привет Альдар Штурм 1 Ответьте центру Первая миссия Сразу снайпов на крышу Если успею конечно Будь осторожны Потому что Бегу Фактически я Ближе Близко к центру карты Но думаю что Учитывая то что это первая миссия Можно даже и заскочить наверх Да Да там может быть пак сразу же Вас понял Ну они же так же спамятся И в том числе И на крыше Крыша это багнутая как вы помните Ой Софи Спасибо большое тебе Добрый вечер Всем друзья привет Аспирант Я кстати локальную запись сделаю Озвучу еще раз условия челленджа Пройти Пройти Икском За 2001 год И добавить нужно будет еще Товарища снайпа С именем FXOPEN Ну вы его знаете Я не знаю кто Что это Кто это за человек Но кажется этот товарищ Который имел отношение К команде По старкрафту Ну помните FXOPEN Была одноименная Двигаюсь на позицию Биржевик наверное А 2001 год Провалено Сразу Тормально Можно закрываться сразу Ну первая миссия разогревочная Блин вот меня мелд смущает Один слева другой справа Поехали Вижу Один четыре он Вижу второй И соответственно Третий еще где-то справа Ну и каким макаром Мне интересно бы знать Иду на позицию Ладно погнали Здесь оверы Они подбегут Мы постреляем У нас очень хорошая точность Благодаря тому что мы Сверху стреляем Новый пак Дрон Не спулен кажется еще Еще один подбегает Но кажется Его уже не сможем мы пострелять А нет постреляем еще 60 Хорошо Нормальные есть пробития Может еще кто-нибудь Нет Если они разумов Отлично Два пака увидели Пока что Еще Отлично 36 Окей Я не хотел бы подходить Ближе если честно Потому что Мы справа спулем пак Бить в первую очередь Того кто стоит под полуукрытием И того Ну Того кто не ранен Собственно по нему и больше шансов И опаснее он Получается Хорошо Ну этого можно пострелять Один хит 40% Лоренс Получает повышение Мне кажется Сейчас справа Просто пак еще один на меня выйдет А еще есть один Как раз на карте Выбегает 60% Постреляем Курлок Курлок А может и десантироваться надо уже Ну там мылт протухает Чего я Скоро буду Может и завести кого-то сейчас уже влево Мне кажется да надо Надо подрашить будет сейчас Я понимаю что могу пак слева Спокойно третий спулить сейчас И потерять новобранца Спулила с другой стороны Но спулила все равно Увы Двигаюсь на позицию Увы И ах Иду Закидываю гряночку Папапапапапапапапапапапапапапапа Сейчас еще третий пак спулюшь 73 Ну я ради угла сюда пришел Исключительно 73 мимо. Да. Мимо. Да, неприятно. Ладно, смотрим. Слияние пошло. И никто не пострелял. 43. 41, извините. И дрон летит. Попали 29. Это очень важное попадание, потому что... Потому что потом по нему будет сложно попасть. Не забываем, что есть еще третий пак. 50. Слева шаги, блин. Но я все равно пулю в следующий пак. Не пулю. Собираем мэлт. Не факт. Не факт. Как же здесь лучше быть? Может быть закидать того гренками? Я могу просто сейчас подставить спину. И еще один пак на себя вытянуть. Ну и чего. Ладно, бывает. Так и есть. Меня флангуют. Па-па-па-па-па-па-па-па-па-пам. Пам-пам-пам-пам. Тан-да-да-дан. Что же делать? Что же делать мне? А че, что же делать? Спускаемся вниз. Закидываем гренки. Убираем этих двоих в первую очередь. Потому что они... Ну, во фланге у меня. Разрывать пришельцев совершенно не обязательно. Но надо. Повышение. Этот покоцан. Этого мы уведем. Соответственно, ты у нас стреляй. Потому что можешь так. 64. Смог. 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 Да хочется дрона убить все-таки как-то. Это не так-то просто, между прочим. Уйти бы под полукрытие каким-то макаром. Взорвать его можно, конечно. Да. Да. О-о-о. В смысле? А че сложно вот это? Мы все за тебя держим кулачем. Да я справлюсь. Че-то. Если вдруг что-то пошло не так. Пошло. Вдох-выдох. Ты справишься. Уважение. Вдох-выдох. Это как мои оперативники вчера, да? От сектоида с одним хитом такие. Мы все умрем. Там один сектоид остался просто из... Один. Все остальные мертвые уже были. Волькер. А, Джесс Владимир. Я пытаюсь взорвать хоть как-то его. Я не верю в эти 40-50%. Митчелл получает повышение. Но сейчас три сектоида будут действовать более-менее полноценно. Это, конечно, плохо. 48. Есть попадание. Или 38. 38, кажется. Этого бафают. Главное, чтобы по одному не стреляли. Чтобы ранение-то ладно. Но он... Ответный огонь. Хотя бы рань. Хотя бы рань. Хотя бы рань. Е-е-е. Четверка урона. Бах. Вы готовы. Хорошо. Потому что Джесс сразу... Ну, так получалось. Так, а я могу добежать? Да, не могу добежать. Могу ли я его снять? Причем мы с хорошей вероятностью их, в принципе, отстреливаем сейчас. Раз. Да, я бы хотел как можно быстрее мелд собрать, понимаете? Поэтому... Надо сносить овервотч, потому что он все-таки может попасть там процентов. А показывало, что достанет. Показывало, что достанет. Блин, он же постреляет, скорее всего, здесь. Не, я не пострелял. Хорошо. Убиваю гранаты все-таки. Да мне нужно прорашить дальнего. И собрать мелд на следующий ход хотя бы. То есть мне нужно хотя бы кого-то провести вперед. Хотя бы кого-то. Сюда, да? Понял. Выдвигаюсь. Да вижу его под... Хильнусь. Можно попробовать сейчас направо. Кажется, один мелд, третий был справа, если мне память не изменяет. Ну, я думаю, проще сектоида убить. Ха, это ты так думаешь? Сектоид, говорит, курлык. Ответ на огонь 63. Опять же, ранить бы хотя бы. Есть. Да! И мелд не протух. Получили легкое ранение, но учитывая то, что это лимминг и самый старт, это не принципиально. Так, мы прилетели к нам, к набазам. Добро пожаловать в штаб Икском. Я офицер управления... Давай, послушаем тебя. У меня две задачи. Так. Контролировать полевые операции и держать вас в курсе событий. Ифина сегодня у рука, как голова. Я постараюсь вас лишний раз не отвлекать, чтобы вы могли сосредоточиться на самом важном. Кстати, в казармах есть солдат, который ждет повышения. Это как раз по вашей части. Я, кажется, ни разу вообще не видел этой заставки. Такой плавный переход на общую картину нашей базы. Действительно, серия повышений, но мы пока оставим их 16 наносплава. Шикарно. В исследовательском отделе у нас 10 ученых и... Да, мое почтение. Познер. Я все ждал, когда же вы зайдете. Добро пожаловать в инженерный отдел. Здесь мечты ученых воплощаются в реальность. У нас мастерская со старта. Вот, кстати, доктор Валин передала нам новые чертежи. Если дадите добро, мы начнем производство. Нам нужно как минимум один датчик движения и... А давайте посмотрим, где пар. Есть, пар справа есть. Уау! Ребята, победный трай! Победный! Да! Парни перекрывают спутниковые модули, не перекрывают мастерские и лаборатории. Ну, то есть я вот так вот их собирался делать. То есть здесь вот энергоблок у нас идет. По крайней мере, вот так вот. Правда, 5 дней ждать. Ну, я лучше подожду 5 дней, не буду ничего строить, потому что этот угол я бы оставил для школы офицеров. А так хорошо, хорошо. Вот, мы выбрали бонус лаборатории мастерская. Лаборатория увеличивает... Первая лаборатория, по крайней мере, увеличивает, окажется и последующая от базы тоже. На 20% скорость исследования мастерская делает дешевле на 10% стоимость производства и возвращает еще здесь около 10% ресурсов по окончанию. Вот, и самое главное, что мы сможем выследоваться в командире с первого же дня. С первого же дня. С первого же дня у нас будет легкий такой постоянный буст к... К исследованию. Форы, привет! Точно, и 72-72 уже, который... 71-72. Еще вчера я со страхом смотрел в завтрашний день и беспокоился за судьбу земли. Еще вчера я дрожал, что судьба острова окажется важнее миллиардов землян. Но ты вернулся. Ави, Чаесы, Мари Турити, Салутан. Командируйте, действительно. Ну, кто-то приветствует... А, видимо, идущий на смерть приветствует тебя, да? Мортас — это смертные. Так, производим. Производим датчик движения. Видите, скидочка 10%. И... БМПшка. Не за 60, но... Я не буду делать иглы, потому что истребителей пока не будет, и выгоднее с аваланшами сбивать первые на ложке. Каждый член Совета хочет, чтобы его страну прикрывали спутники. Пока еще ни одна страна не вышла. Нам повезло, что дают неплохой бонус от Канады, 70. В остальных все плохо. Ресурсов в олене нет, агрессивность на нуле. Но сейчас они пойдут запускать кораблики. Похищение. Спасибо. Творчество, творчество, креативные товарищи. Я традиционно хочу сначала прокачать 90% людей, которые у меня есть в составе. Для того, чтобы правильно распределить их на роли. Но по этим самым ролям я до конца еще не уверен. После первых повышений я прикинул, что там по... По оверам. По пехотинцам. То есть, смотрите, я думал, вместо того, чтобы делать пехотинцев-овер-вотчеров, сделать из них критовиков, для того, чтобы они больше урона наносили по людям без укрытий, по мутонам, например, которых взрываем, по милишным мутонам, по экзальту без укрытий, а на овер брать пулеметчиков, ну, тяжелого пулеметчика в частности. То есть, почему? Потому что... Ну, есть в этом плюсы и минусы, и тех и других можно раскачать по-разному. Ну, минус самый главный в том, что у пулеметчика появляются сразу две роли, и ты не можешь, как бы, и сапрессить, ну, то есть, вести огонь на подавление, и заканчивать ход на овервотчем. Поэтому надо либо медика, либо инженера, ну, медиков и инженеров, качать на страховочный сапресс, чтобы у них, по крайней мере, была возможность. Второй вариант — это брать двух пулеметчиков на задание. Ну, такая себе, типа один с одним пулеметом, другой с другим пулеметом, чтобы была и такая возможность, и такая возможность. Не знаю. Но пули, чем мне в качестве овервотчеров, нравятся чуть больше, чем пехотинцы, по следующим причинам. Пулемет сам по себе обладает большим уроном, и тяжелый пулемет — еще большим уроном. И, соответственно, они имеют большее количество патронов. То есть, в принципе, они не так привязаны к боезапасу, и справляются с задачей даже лучше, чем пехотинцы. Вот. Но это не точно. Это вот то, что я еще, короче, не решил, что как я буду раскачивать людей. Ну, начинаю традиционно с... Ох ты там, человек, у которого 4-15, воля, минималка, выпала. Но точность выше среднего, максимальная маневренность, и среднее количество хп. То есть, это разведчик-зонер, например. Так, первое, что делаем у леммингов, это тактическую броню ставим всем, потому что... Потому что единичка здоровья сейчас важнее, чем единичка маневренности. Меньше шансов потерять. Да, пусть это лемминги, но это перспективные лемминги. Это будущие герои, которые нам так нужны. И задача на первых миссиях, ну, вот в первый месяц, который пролетит, не заметим, снова март. Весь наш доступный ростер довести до первого звания и правильно прикинуть распределение ролей. Я буду отталкиваться от шести полных составов, потому что это количество людей в прошлом трое себя очень хорошо показало, то есть, этого хватало. Я несколько сомневаюсь относительно роли медиков, то есть, брать им минус фатик или нет, потому что, если не брать, то теоретически мне нужно чуть больше народу, чем было в прошлый раз. А если не брать, то у меня... Ну, если я не возьму его, то будет больше фатига, но будет, с другой стороны, больше дымов на миссии. Не знаю пока. Ну, вроде как инженеры у меня периодически на подхвате на дымах. Надо, погнали. Датчик движения пока еще нет. Я слышал топот. Ну, я, наверное, по крыше попробую все-таки тоже. Потому что на данной стадии у тебя проблемы с точностью. И хочется компенсировать их стрельбой с возвышенностью. Плюс крыша тебе... Ну, во-первых, летающих нет. Сынманы тоже не появились. То есть у нас пока что только глаза десектоиды, которые не умеют запрыгивать, не умеют залетать на возвышение. Соответственно, у них будет ограниченное количество точек входа. Нас мало вероятно, что фланганут. Ну и плюс мы можем с крыши десантироваться. То есть, если они там разместятся, кто-то кого-то бафнет. Дайвер, привет! Зарду. Зарду. Мы легион. Уже. Мы легион. Я пошел. Уже бегу. Я слышал дронов, я слышал сектоидов, я слышал мелд. Двигаюсь на позицию. Я двигаюсь на позицию. Поехали. Следующий ход. Огромная улица, на которой мы, скорее всего, кого-то увидим. Мне даже кажется, пару пачков мы сейчас увидим. Я пошла. Вижу два противника. Очень много дронов. Слушайте, ну здесь беда. Ну, потому что гренка... Хотя нет, гренка здесь может зайти. Да, надо отступать и делать гренку. Видолец поддержал ваш... Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо Давай-ка ты вот сюда, пожалуй Ты назад В экстреме террор поддержал вас В экстреме? Сам Не, какой проезд, ты что несешь? Маршрутки значительно позже появляются Посмотрим, как мы можем Ооо, 3-1-1-1, отличная гренка Может быть еще одну похожую Как-то закинуть туда Блин, опасно, они флангануть могут Ближе подходить нельзя, потому что мы с пулей Сейчас можем в середине хода еще один пак Отойти сильно назад Ну, кем-то придется, конечно же Но, да, мне кажется, надо подставлять Человека пожирнее Пытаться закинуть так же Гранат Надеяться на то, что мы сейчас Одного добьем и двух еще Походцаем Отлично Василий получает повышение Ну, я бы дым закинул еще Да, потому что тут Сектадоев 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 Сектадой Их трое Блин, трое-то много Привет Привет Я слышал, мест нет Нет мест Но тебе же нужен толковый инж Есть Остался один, короче Дрон Но Я закинул лучше дым Да не хочу сейчас фланг опять, блин В лицо Шесть урона И до свидания Мы вчера такое на сектоиде проходили Сейчас он вылетит на меня Не коцаный Абсолютно И что я сделаю с ним вылетела максималка я слышу мэлт я вижу мэлт я вижу мэлт ребята 20 баксов то не лишние хотя у них уже может быть больше ресурсов они могли уже успеть собрать ну я подхожу как бы подхожу как могу следующий ход будем продвигаться мэл для слышу стрекотания секта это глаза да что это было не пропадай не пропадай еще дроны будут курлык курлыки пресса ты координаты получены поехали так но и но там крыски бегают мэлт еще один слева но сейчас а пули два пака скорее всего здесь на опасно лучше даже вот такой тим не забиваем на мэлт стараемся встретить их сейчас причем именно на оверах потому что прицеливаться не надо дроны будут по земле летать а им там очень некомфортно про проходить сектоит бежит 60 60 у него нет почти никаких нормальных шансов минус один сектоит о курлык безликий голуби вы видели курлы чьё вылезалом сейчас дверной проем попробуем собрать как подойдут еще чуть поближе летит дрон но очень низкие шансы в отличие вот у трекий по 20 30 все мимо точнее какие 3 там 45 было и тоel行 это 7 одно попадание not дрона меня могут тут забрать конечно трендец их много здесь хорошая тема что можем пострелять по тем кто внизу но я посмотрел где еще секторе находится если кто это далеко 2 здесь 3 непонятно где короче стреляем сначала по нижним раз стреляем теме в первую очередь кто не получил еще опыт не получила была потому что это же не тарелка соответственно нам нужно в идеале сделать так чтобы все получили звание так еще призвание перезарядка вот тут придется стрелять так можно конечно было прицелиться но учитывая то что дистанция есть побаиваюсь и сектоидов немножечко убил 29 попал три сектои да один дрон остались на этой карте дрон очень далеко у него как бы лазерный пистолет насколько я понимаю то есть у него с точностью вообще беда так сейчас пробуем покоцать его просто опытными товарищами но теми которые получили уже а добивать пытаемся вот как раз теми кто без опыта на тот кто без опыта у нас без ладно придется так пытаться но он без патронов этот стоит как будто не в кавере надо его перевести по добру поздорову вижу где сектор стоит сейчас побежит его на овере 60 пытается убить человек убивает хорошо 20 кто и досталось я вижу где один и вижу где 2 на выходит и может стрелять побежал хорошо так но этого мы пытаемся забрать через гренку знаю что дальние сектоид уже точно без овервотча раз он бафом стало быть мы кидаем гранату пробуем снести у него укрытие покоцать его и добить его леммингом который на мусорка конечно явно советская не сбивается но это еще у меня не саперы понимаете инженеры специализируется на сносе вот этой вот опа снес но у меня полу укрытие там у второго болен плохо ну пытаюсь лемминга докачать 92 убиваем этого человек получает повышение не путать с чуи извините бежим к сектоиде к надо отталкиваться от того что придется это что было это чубака чуи я же сказал чуи классику не знаем громила неужели не совсем не похоже был молодой что ли блин повезло что не попал он так все получили опыт надо потренироваться и тут это вот не получил ладно давайте тогда попробуем снести и гранаты опять же укрытие потому что этот серьезный full cover я не пробью вот а так уже шансы вполне реальным у лемминга попасть я даже подойду совсем совсем поближе для того чтобы еще увеличить шансы 77 вполне молодец прекрасно мы с вами получили опыт восьми опера восьмью оперативниками всеми оперативниками не получили ранение молодцы молки собрали только давид давид вален командир так имеет ли смысл делать до сих пор не понимаю чего добиваются пришельцы они нас изучают нам кажется что они похищают людей давайте лифт хочу копать сразу в сторону пара 40 человек германия может выйти там активность египет но главное что не наш родной регион рядышком а то а когда там копания закончится один день датчик движения ок так здесь мы делаем генератор потому что мы упираемся но не хотел бы делать слева слева бы построить что нибудь ненужной типа школа офицеров что вообще тебе в стаке никаким макаром не помогает и копить на парогенератор спасибо олег только начали 2 миссии это первая на ложечка заставляет себя ждать она обычно прилетает в первую неделю еще до похищения тут же так низкая сложность но смотрите на эту миссию может быть имеет смысл уже сразу взять хотя бы одного снайпа для того чтобы мы пораньше получили им звание и соответственно школу офицеров отстроили пораньше поэтому имеет смысл качать леймингов и при ручка весел поддержал наш канал на 100 рублей сообщает да я попал на первый самый первый всегда волнительно согласен но для снайпа я бы не стал выбирать прям четко человека с максимальной точностью объясню потому что у снайперов очень много способов повысить эту самую точность за счет сошек прицелов перков высоты и так далее там брони даже в конце вот поэтому самых точных я бы оставил на овервочеров на тех людей которые прям должны точно стрелять попадать на старте возможно взять снайпа человека который медленно бегает и слабенько ну слабенький по здоровью то есть 311 но он не точно совсем он волевой но он не точный 313 неплохо 69 точность наверное до 313 это уже похож на снайпера снайп плюс 2 единицы точности вспоминаем стандартные перки метки глаз точный выстрел единичка выборочный патрон но тут либо меткость либо и либо медичка либо надежная позиция то есть надо будет подумать о чем потому что надежная часто очень помогает это в общей сложности у нас будет 30 как меткости если ты наверху будешь окей так дальше набираю все равно леймингов по убыванию меткости наверное верно ем хотя тут наверное не столь принципиальным качаем и все равно всех или или поступить более более грамотно начать уже раскидывать звание смотреть кто тебе нужен не знаю нет пока сложно сказать мне нужно хотя бы одного пехотинца и одного пулич повысить в звании для того чтобы а сделай это сейчас сделай серьезно вспомни ветку и тех и других так 412 72 это у нас ну допустим это будет у нас первый первый пулич нет первый пехотинец он на третьем получает овер может получить овер если мы его качаем в овервотч они в агрессию просто понимаете если мы меняем роли если я принимаю что на оверах у меня будут стоять пулеметчики хотя тогда я вальки не да получается нормально тогда да если будет стоять пулеметчики то этих товарищей надо качать в агрессию то есть ты берешь какого-нибудь палача ты берешь агрессию ты берешь либо точность либо урон обязательно берешь вот этот вызов еще бонус крону открыт попаданий ну и скорее всего выборочное прицеливание для более такого для еще буста урона и тогда они будут работать хорошо по людям без укрытий то есть по людям из которых мы снимаем например кавр и по тем же самым милишным утонам если мы берем и пулеметчиков пытаемся сделать овернутых 4 15 40 вообще такой такой разведос то есть сразу разведочка сделаю из этого подчеркивание темпла поддержал ваш канал на 100 рублей сообщает миша не совершил 75 ё-моё плюс 6 из-за этого проиграл не скормил улюса клюкрес алида это просто должен был этого разведчика сделать еще пятнашки у нас есть среди по повышенных нет там дальше будут 3 15 3 15 всего лишь одна пятнашка 2 до до маневренных очень мало разведащий 16 получает от класса 16 разведка очень топовый он еще метки 75 на первом звании ё-моё ладно успокойся тебе нужен такой же более-менее точный пулеметчик давай 68 5 плотный пулеметчик это то что нужно просто вспомнить каким макаром пуличу можно прокачать он также на третьем получает овер у него либо огневая поддержка over ну да скорее всего огневая поддержка over но это понятно это понятно и это понятно но повторюсь если мы делаем из пулеметчиков у людей которые оберят канал на 100 рублей сообщает чем андер ну ты понишь счастливая шляпа если вдруг понадобится помощью хорошего снайперы шара качаным лаком я так и быть помогу если что я буду у доктора вален заходи мест нет людей сейчас пока не про не про места не про места не про имена надо только одного нормального снайпера сделать fix open потому что это условие челленджа самый главный минус пулеметчиков приспособленцев в том что если надо будет сопрессить если будет цель типа там кибер дисками кто этот который ты не можешь избавиться а у тебя будет только один сопресс то все то все до свидания поэтому надо либо медиков выкачивать со страховочным сопрессом либо отказываться от идеи пулеметчиков на оверах мне нравятся пулеметчики на оверах ну что у них пушки лучше у них патронов больше урона больше у них работает over на дистанцию выше плюс 5 клеток если там тяжелый пулеметчик правда пехотинцы за счет выборочного прицеливания и догоняет и часовую пехотинцев появляется раньше на предпоследнем звание они на последнем ну вот она разница как раз вот эта штука стирает границу между пулеметом и штурмовой винтовкой там как раз в две единички разница между между ними насколько я помню на давай пехотинцы на оверах у нас будут и потом трансформация в валькирии или даже не трансформация в валькирии они просто будут у нас на оверах без механизации в механизацию можем кого-то еще отправить окей все самых точных то есть я отправляю в пехоту мне нужно 6 пехотинцев полный состав желательно чтобы не не было просадок по точности и здоровью ну вот 71 72 уже объяснял почему не снайперы идут самые точные плюс 3 отлично хорошо это 2 это 3 плюс 3 еще хит отлично хорошая пехота выходит уже уже очень хорошая пехота выходит так 11 не мобильный совсем 512 это точно наш канал на 100 рублей сообщает быть мы на поддержал на сумму 100 . 0 0 сообщает здравствуйте здравствуйте 6 хитов тоже великолепно исти по защите планеты от глаза да там челлендж да и хотел я задать да да я думаю надо брать все таки 11 72 1 72 11 надо брать он плотный да не такой маневренный увы но но точность плюс 577 емае кажется это максималка для пехотинца и последний шестой 411 тоже идет у нас в пехотам плюс 4 хит блин какие же топовые просто пол дюжины отборных пехотинцев не потеряя их михаил не потеряй у реально крутые людям кстати по поводу крутых людей возможно на первой миссии уже начинать брать собой не только снайпера но и медика для того чтобы мы уже начали с вами набивать миссии офицеровские но к сожалению медик должен браться из человека наиболее неточного также как и инженер а я таких не брал 79 поддержал ваш канал на 200 рублей сообщает миша привет орион да нет местной что орион начнутся да нет места орион будет удачно в этом про и голы задые часто мажут нет места и он начнут припнуть короче едем дальше нет у меня есть на самом деле косой человека я из него сделал медика потому что это косой человек был в первой миссии его не выбирал это наш первый медик мы его возьмем с собой на миссию также конечно возникает вопрос а может быть опа а я не могу пока сделать прицел пока исследование не готова может быть разведчика заранее начинать качать тоже и выбора поддержал ваш канал на 200 рублей и сообщает чем ангел счастлив видеть вас в строю мы в вас нет ни с инженер самоубийца на захват нужен все не ну или ватар ну а инженер самоубийца самоубийца да да ты уже считай инженер один из десяти инженеров все нормально давай сканер боя раз уж такая пьянка пошла берем пачку леймингов давай-ка ему учитывая пушку дадим хотя бы простой прицел а леймингу выдадим датчик движения там пушка лучше точность выше почему бы и не побузить спасибо бэдман и там закинул подарил мне прям очок чтобы я без него делал да друзья сегодня действительно начался она вообще он вчера начался новый трой но там пар хреново лёг а в этот раз очень хорошо с первого же троя пар пригодился пригодится во вторых вчера мы с сотрудника потеряли на сектоиде 30 процента мы пошли с горе играть в паб джи но уже тогда я решил что вот а сегодня написали написали предложили пройти игру на ironman и long war ну в общем то все что было в прошлый раз с призом в полмиллиона рублей я все я хорош и хорош папашка молодец короче беру снайпа исходя из логики что нужно звание на школу офицеров беру разведчиков на что нужно разведчик качать любой ситуации беру медика потому что нужно набивать ему звание и беру леймингов потому что нужно леймингов качать остальных короче мега жирный челлендж и как бы тут и желание мое и такая мотивация они сошлись 2 extended погнали пингвин добрый вечер пингвин да добрый добрый все так будет победа с нами помнится дать внимание когда не было мест списке был я хамни с нами поле и нет мест я буду в этот раз в мэков играть но постараюсь в других конечно хавый десантирование разрешаю респ аховый а там была средняя вроде сложность да то есть тут в целом небольшое количество народу но я обойду со стороны парковки тут есть по крайней мере как какая-никакая длина типа снайп может пострелять о разведчик чувствуете разведчик 16 маневрность и если ну у него уже хорошая точность один поддержал ваш канал на 100 рублей он может стать очень хорошим зонером и маяка из разведчика я уже там эти антру не плюс общий вид какой-то момент открыт андран не фанат выносит всяких дисков на раз-два общий вид хендран вообще я перед тем как сделать первым мэка я пойду в уфа педиу обязательно и посмотрю что из себя представляют другие там вроде снайпер сразу зонером становится то есть индезон у него первый пер медик вроде есть хорошие типа которые всех лечит то есть там я уверен что я попробовал двух мэков и мне оба они понравились то есть вот что из инженера мэк что валька прекрасный мэк как мне там валька вытаскивала миссии подержал великолепно 300 рублей сообщает чем антар да я договорился с вален отрежет кроме как и нас что-то я готов лучник из рокета был инжи из инжи такой сме а из рокета был она смотрим датчик движения не видим никого вокруг там ли маркс еще 10 примачков раздарил вижу впереди пачок два пока впереди два пока это уже опаснее надо сейчас разбредаться по укрытиям хотя здесь место мне не нравится но не нравится два пока просто можно не сдюжить особенно если 3 слева подойдет ладно дымы есть снайперы есть различки выходят первый пак но кто-нибудь пострелять и есть ответный 20-30 всего лишь у них там тоже полу укрытия на самом деле это нормально всего час каждый снайп снайп специально целился не целился нифига снайпер 65 точно всего лишь бах бах вот это я понимаю я понимаю не знаю назад здесь гречем поддержал ваш риком рассказывай здесь тоже привет привет атаку нашей базы секрет в ситуации посмотрим если будем сильно впереди то может анискип ним так минус 2 уже ой мэлт меня манит с мир поддержал ваш канал ой хорошо не только сломать шарик от подшипника но и потерять ему не пожалеешь да и ребят при сразу отвечу на вопросы которые были в начале стрим по перегробкам багом прочим все на твое смотрение как бага действительно было достаточно спасибо надо кстати снайпера за сразу имя выдать друзья приветствуйте товарища пожалуйста который такой жирный финансовый мотиватор понятное дело что как бы но не скрою это это серьезный подспорье я буду гораздо серьезнее относиться к защите земли когда буду знать что я слышал пока вот третий выходит болеет надо сейчас в здании наверное чтобы сейчас двумя паками не бороться тем более насколько я понимаю у нас средняя же сложность добыла этой этой миссии соответственно тут не должно быть больше людей в принципе не хватает именно хаешки а вперед здесь бежать очень опасно потому что вот за этой стенкой курлыкали курлыкали гады курлы курлык 34 full укрытием вот так хочется подорвать их но я не достану подрывом они а вот этим же подрыв мне не достаем и достаем ну ладно пробуем но снайп 34 есть дым вот хоть убейте не хочу я туда выходить вправо лучше как нет сюда код макроскин поддержал охот привет 100 рублей сообщает экс чем андер при местные места и не надо просто буду котом на базе буду гореть утром меком и ловить крейс уже иду не надо мэком гадить пожалуйста поехали мэки тоже люди так ну я закидываю дым понятное дело пусть лучше они там все атаки какие-нибудь и прочее а в следующий ход будем врываться уже с гранатами таким вот ходом мы с одной стороны уменьшили вероятность того что к нам справа выйдут о попал 27 а почему бы и нет соль 1 октавы нет это не соль я не абсолютник я гадаю блины он уверовать поставил ну ладно у нас есть а ты под огнем это многое меняет а можем ли мы овер снять или сопресс или овер пожалуйста снайп не видит ты не умеешь черт и вот два сектоиды все мои планы нарушили просто если только я попаду просто ля это говорит есть получить получилось но мы товарищ попадают на каких-то безумных вероятностях безумно низких я даже до сих кто-то не могу достать что за люди до медиком вперед давай дави его может отсюда снайпером увидим не увидели короче ничего не могу с ним сделать сейчас а зря он бы и готовность имел тоже протух давайте постреляем у нас там 34 события низковероятных но тем не менее есть пробитием 42 попадает да папа было по пушке видно они справа довольно близко раз мы слышим шаги значит клеток там немного погнали уже прям тут два маленьких секто идика смотреть за флангами мы конечно же будем но сейчас моя задача знаете какая вспомнить про то что возможно не все кто хотел полил получили опыт да но все равно мне фугаску нужно сюда кидать для начала может этим фугас кинем да мы ушатаем в один ход я думаю подставляю план известный поддержал ваш канал на 100 рублей сообщает привет нашему врагу говорит обещаем теплый прием не хуже чем на той тарелке хочется придать привет опять да а я я что это было миш это кстати последний скорее всего ну давайте снайперу тогда опыта дадим раз уж надо до всего 70 кто это у нас то вообще было больше на этой карте зато без риска вообще без риска какого-либо прекрасная работа такой успех отлично поднимает боевой дух не забывай так вооружение делаем готовимся прицелы покупать они дорогие конечно нас мастерская будет это несколько поможет лифт сейчас достроиться и мы сможем с вами покопать копаем четко в сторону парам и посмотрим может здесь ремонтный под мастерской раз они в стаке как раз он по логике должен появиться скором тарелки еще не было великобританию бомбят но европа будет у нас выходить судя по всему либо германии либо великобритании похоже австралия хоп ну хорошо это мне все равно устраивает главное что не наш регион перечень запросами это спутник вировал премиум бразилия не старый спасибо тебе за активацию так у меня же спутниковый модуль 1 на пределе пахтит но я 2 не могу построить потому что как бы это тебе нужно а у меня есть 10 инжей а так у тебя есть 10 инжей и ты должен сейчас деньги достать на спутники спутниковый модуль подвесить как бы надо накрывать с северной америка откуда взять деньги если у тебя так выемка грунтом копаем так марксманский прицел бы сделать как минимум да и обычный прицел лазерной технологии не хватает ни сплава в них фрагментов потому что на ложке не было поэтому я вынужден делать материала пришельцев снижает вероятность ранения если найдем что увеличивать мобильность я вам скажу марксманский прицел 1 блин денег нет ну хотя бы 11 прицел хотя бы там для снайпера для одного пехотинца бмп-шка молодец генератор готов и вот в этот момент по-хорошему я должен был постаровать сейчас спутниковый модуль за блин 200 баксов издеваетесь ну как бы нет и не издеваются причем в течение двух-трех дней после строительства спутникового модуля я должен еще поскольку заказать два спутника хорош да нет мест ну ёппер стопы медик прибыл для несения боевой службы нет мест ребят на серьезно я не буду в ближайшее время выдавать имена а вот и она ложка ну наконец-то прилетел красавица прицелов по заказал побольше девника мы разок по нему попали что не успела кстати отменить но кажется там выстрел в меня летел вообще надо передах используем особенности игровой механики им поддержал ваш канал на 100 рублей последний выстрел уже ай попал ай ну блин ну в агре пытаемся а то он может свалить потому что у них есть скрипт что они начинают валить поступок получает определенное количество урона атакую но с первым нло во первых он поплатили поле проще чем остальные насколько помню есть аплодисменты спасибо я буду 37 а я майкер повторяю неопознанный летающий объект сбит как поняли прием вас понял воду 37 сези просто и связи победа ребят и так наведите спутник браво дайте картинку место крушения еще немного остался покажите крупнее посмотрим поближе даже не разбился даже не вспотел медленно отправить ударную группу на место крушения ваш канал на тысячи рублей с голосовым сообщением о дюк нюкем да это с дюк нюкем его голос что он про резилианс так но я беру вот этих вот товарищей трех нормальных из той же логики что и в прошлой миссии fx open а ты не против если ты будешь этим самым первым снайпером девочкой может быть самым самым опытным ну вряд ли может есть какие-то не против отлично тарелка у нас как вы понимаете на тарелку мы берем людей с нулем с нулем экспы вот то есть вот этого вот 100 на 120 не берем потому что его проще докачать на миссии без гарантированного уровня лиминга все еще много танчик естественно не берем на миссии потому что это потеря экспы и в данный момент танчик нам нужен на сложной миссии типа там террора какого-нибудь или когда народ будет заканчиваться но танчик нужен ну либо например тарелка бы села большая я туда танчик взял конечно же вот что мы будем еще кого мы будем еще брать ну вообще нужно всех подряд качать просто качать всех подряд блин 313 61 зато псих хороший зато человек хороший я не знаю что из таких делать 313 61 до псих школа тебе пилить и пилить он дохленький не стреляет нифига и вот 315 надо прокачать вот этого разведоса или штурмаша скорее всего штурмовик так здесь оставляем здесь оставляем тут не забываем меняем армор берем датчик движения и накидываем с приоритетом фугаски и в целом у них неплохие кстати гранатки уже были раз а я же их наверное нет я их не экипировал у них армор правильный на удивление молодцы и готовы стримы смотрят инстинкт 666 говорит поздравили от гг пообещали прям по ссылке ничего не сработать не сработает если не сложно черкани пожалуйста письмо на support собаку game.ru с информацией вот потому что у нас и активно идет разработка но выкат нового функционала блин и естественно может что-то поломаться к сожалению о хорошей карты для снайпера музей спасибо тебе поздравляем с регистрацией ты беляк наверное да ты беляк здесь наверное имеет смысл закидывать всю экспо в fx open и потому что он школа офицеров что школа офицеров минус фатик все дела ну и там какие-то набивание миссии так давай посмотрим может быть мэл здесь рядышком датчик движения в любом случае используем пак сразу же у нас причем он прямо вот здесь кажется он внутри что ли он может быть внутри за дверью что я его не вижу сразу но он есть теория может быть но мы не мы исправимся с тремя какие проблемы погнали нет как похоже он все-таки за дверью ясно слушаюсь ясно так точно но они также легко могут ворваться зря этого не подвел я посмотрим как они будут действовать похоже не как это статичный пак да они здесь слева погнали на крыш похоже похож на крыш да мне нужна возможность за заходить на крышу и во первых fx подставляется немножечко я не стал бы его там не стал бы им рисковать да или они они просто дальше я их не увидел из-за из-за машины например не подарил один о не их не вижу то есть похоже они все-таки сверху ну должны быть типа прям надо мной по датчику движения ну и где они поехали поэтому я думаю надо прям подходить к этой лестнице и готовится врываться на следующий год погнали или аватара реборну слоны на водопое погнали пулем как двоих что ли они стелепортировались явно ну их не было здесь так во первых на всякий случай давай-ка еще датчик движения и снял да они стопошились гады увидел товарища который 66 и его можно прострелить разведка сожалению не может ему на поддержку наверх лемминга снайпера бы поставил сюда но надо было его поставить да не нормально прицеливайся раз ты сюда идешь два трим четыре давай так ладно медика чтобы на следующий ход мог ну и конечно же убирать разведчиком куда опасно там фланг может быть есть клеточка две клеточки разница между этим они и ближнего могут флангануть внутрь что ли сюда закинуть его да это безопаснее а здесь ханкер чтобы было надежнее привет китикат ладно дроны летят нет фланг блин нет плохо минус вот чё я туда его поставил а спокойно же отступал первая смерть у нас друзья первая смерть поддержал на 100 рублей и сообщает я нашел бар жалко подаренные через кнопку подарка не засчитываются в ачивке например в ачивку с барского плеча понял блин плохо да мне жалко его мне всегда жалко когда погибают наши оперативники даже пусть и лемминги да дроны опасны ну это я грубо ошибся просто нет 33 нельзя нельзя занят так вот мне хотел отвлечь еще так три урона это весьма хороший хороший расклад пытаемся разведчиком добить и попал 30 процентов вроде как 50 но так не хочется рисковать да не будем погнали нойс ну угренкой можно добить его если не получится с 60 к сожалению фэкс не может никаким макаром здесь ну он пистолетом может но там броня и тут надо еще постараться постарался реально постарался хорошо ладно лемминга мы будем помнить идем дальше слушай сектоидов я перезаряжусь поменяю прицелюсь перезаряжусь перезаряжусь сейчас будем двигаться в сторону шума а шум справа что там за звук погнали выполняю слушаюсь сделаю понял есть скан но я наверное его приберегу на аутом потому что его будет проще убивать в случае если снайпер сразу первым же выстрелом по нему выстрелит ну в смысле попадет желательно с критом остальными подтягиваемся я обо всем позабочусь слушаюсь так вот уже минус один ясно ну поскорнируйте координаты получены понятно что это начало просто это сигнал что ты ошибаешься 4 сектоида минимум 1 ответный огонь но сразу мимо ох из-за укрытия резко снижается точность тем не менее один из выстрелов 20-30 достигает целим а у них уже по 5 хитов ё-моё жирные сектоиды элен ресерч так от 5 до 9 учитывая по 3 по 4 уже не может быть то есть я могу выставлять снайпа не боясь что здесь будет пул какой-то ненужный ну кидаю дым как иначе алекс легионер привет а пытаемся перестреливаться у них тоже полу укрытием есть попадание одно попадание второе марксман не видит к сожалению ну куда-нибудь сюда подвести хотя не факт что отсюда видеть да окей ну смотрим выбегаете кто сапресс сапресс урон он такой не наносит который подбегает ближе оверов нет подавление опять же и есть третье еще который под овером хорошо так вопрос у меня сразу к снайпу потому что есть фланг и стопроцентное попадание мы снимаем раз один сапресс с этим разобрались ну как снайпер на этой карте тащит дым дальше стреляем просто с места учитывая что там овер начинаем потихонечку ранить ну уже плюсовая тема здесь 69 точность у разведоса ай-яй-яй-яй-яй жалко треса нельзя треса нет нет папка занят папка спасает планету ну куда же ты пошла ну е-мое я бы взял разведчика потому что у него по крайней мере смолниеносные рефлексы там вполне может быть какая-нибудь жуть типа овервочем увидел сектоида отступавшего он подставил спину убиваем его вспоминаем про аутом про изгоем вспоминаем про скан дверь открылась значит он там где-то либо слева опа нет еще третий пак есть я слышал дронов я слышал дронов так снайперу лучше влево там больше большая дырка такая да она пришла место выпрашивать да 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 а места то нет ладно давайте нет плохое место для скана что же я делаю такое нехорошее чуть назад закидываю скан крайне мере туда где есть вижу дронов вижу аутсайдер не знаю смогу ли я не могу снайпером на этот ход пострелять пытаюсь пройти не вижу а так не вижу черт блин и я не смогу с аутом ничего сделать дроны вылетают да сейчас мы по ним постреляем немножечко но с очень низкой вероятностью но они не успели взлететь это хорошо меня интересует снайп он видит только двоих то есть с аутом мне придется сражаться справляться как придется ну по стариночке видимо там с вместе всеми штурмовать гранатами закидывать постреляем больше не выпаяться больше не вернется больше не вернется правильно теперь отступает царь так этот летает гад хрен попадешь вот хрен попадешь реально по дронам по этим мне закинем экспу в снайпера по возможности 65 ну как бы это с максимальная точность из возможно разобрались при заряжении при заряжении при заряжении а повеселимся перезарядился а теперь что-то блочит в общем проблема на вашей стороне так поехали ну скорее всего на вашей стороне потому что во первых массовых жалоб нет измелья на то что в фаерфокс он наверное процентов 15 у нас пользователей на фаерфокус сидят в два счета я пошел да командир координаты получила сектоид и аутсайдер но миссия уже мягко говоря не безупречно прошла иду не понял каким-то макаром я его не вижу он не с угла видимо он вдоль стеночки встал хитрец выскакивает ну очень низкие вероятности из-за того что он выскакивает из-под укрытия полного да ты достал есть снайпер верит 85 оп добром а теперь бой да много народ 10 человек мне казалось что а это в истребителе 59 это же разведчик у нас да просто по уфопедии ой могу сейчас пулить под конец по уфопедии максимальное количество врагов на истребителе на файтере так называемом от 5 до 9 без учета изгоев ну и без учета элен ресерча высокого как будто у вас аэра меньше трех с половиной сотен и соответственно а перепутал я просто перепутал сейчас не прицелился снайпером лучше этот ход тоже потратить не на пол изгоя а на на то чтобы подойти еще немножечко поближе всеми чтобы было больше возможностей на покидать гранаты на раш но нас минус лемминг минус лемминг ну чё погнали скорее всего хорошо так сражу сражу что какая-то 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 жесть просто серьезно ну я не хочу просто ком взрывать но учитывая то что у меня нет сапресса я думаю что давайте посмотрим как снайпер постреляет если попадет то может и нормально отлично тогда не будем взрывать 89 поддержал ваш канал на 100 рублей пробуем попасть так короче бабушки позвонил жена тоже вроде в порядке осталось начальнику написать ясно блин слушайте ну мне почти не оставляют выбора увы ой баранет попробую его подзорвать но если он не взорвется то будем уже пытаться гранатой второй один хит михаил один хит давай 40 процентов николаус и файфер так ну смотрите лейминга конечно жалко безусловно жалко первое его задание без скиллов но давайте попробуем сейчас выгадать немножечко ресурсов мне кажется все равно не хватает хотя бы на спутниковый модуль может быть а хотя бы на спутниковый модуль материалы еще буду делать 15 дней поэтому нам эти сплавы и прочее не нужны поэтому продаем так продаем так на спутниковый модуль уже есть деньги но чем раньше ты спутники запустишь тем больше у тебя покрытие будет понимаете спасибо сму нет места нет это правильно лучше пусть это самые суицидники идут я видя что в любой момент может все закончится с снова осень в смысле снова весна март выемка грунта нонсенси поддержал ваш канал на 500 рублей сообщает добрый вечер удачи в новом тре я как переподписан 45 месяцев а может и не нужно спутниковый модуль может быть надо сейчас копать и пар ставить потому что сейчас у меня предельное предельное количество энергии из-за мастерской и лабораторий и а он строится очень долго блин мы получаем сообщение среднее очень контактная карта очень контактная карта не успевает вернуться у нас снайп медик и разведос так ну что пора наверное какая там средняя или высокая я не увидел средняя я бы взял двух товарищей недокачанных на этом миссии взял бы пачку очередную леммингов сделал бы наверное одного инженера из числа тех кто у меня здесь есть 41260 не точный вот как раз у нас первый инженер хорошо заходит гранатометчик потому что контактная карта здесь гранаты очень нужны и всем остальным с приоритетом именно фугаски что придется закидывать врагов один дым нам нужен и брать ли кого-то поопытнее ну типа пехотинца какого-нибудь мне кажется рановато пока игра позволяет себе типа не очень сложные миссии надо брать и качать вот этот вот хвост леммингов с опытными то конечно попроще будет но ладно давай одного пехотинца возьму ну быстрее мы его прокачаем на овер будет у нас по крайней мере человек способный способ ну приспособление с уже готовый полетели готовьтесь к выброске надо разобраться с лунатиками в сша мефисто ну почему ты ко мне этот вопрос в это самое что видимо для того чтобы еще было больше икс команд это мое предложение штурм один начинайте атаку противника но зря ты преуменьшаешь сложность создал бы пильнул бы стримчик и все и показал бы чё раз это не сложно меня поражает конечно а типа это не сложно а в чем челендж то ну а чё ну ну реально на счеты ну чё чё ты чё ты чё ты давай направляюсь на точку давай создавать уже иду двигаюсь на позицию и ну хорошо что периодически люди стартуют сами пробуют потом периодически периодически приходят рассказывают про то что вот оказывается оказывается блин там народу трындец все в куче очень много ну очень много есть и свои плюсы если у нас есть инженеры гранаты и мы будем сравнительно рядом с врагами можно все очень быстро забомбить прям очень быстро поэтому я инжа подвожу там я дронов только слышал вот это это меня немного беспокоит я иду выдвигаюсь приступаю что это было здесь 22 и двери три группы врагов насколько я видел прям перед нами три человека прямо здесь где-то вот здесь и подчеркивание что бобил поддержал ваш канал на 100 рублей сообщает а вон они там стоят да но если я подойду к дверному проему то скорее всего нет все это уже плохое начало потому что я придется мне тут кидать они мне фланговать могут легко легче легкого здесь дым разберемся так инженер пытается снести кавер нанести урон блин плохо начали один противник умер второй за полным укрытием это очень плохо то есть будет уже угол неприятный он уже есть как бы угол неприятный и потенциально он может сконвертнуться во фланг я должен закинуть дым хотя бы на первых для тех кто подставляется в первую очередь людей блин там еще второй но он не успеет флангануть а вот первый может флангануть не он убегает хорошо сейчас посмотрим пробегать мне мне вправо или нет с одной стороны я с пулю точно второй пак с другой стороны у меня будет по крайней мере возможность оооо ответный ооооо черт два пака так ну это надо пытаться как-то взрывать хотя блин каким макаром я это взорву если они уже взлетели твари добро ну да какой-то урон я конечно несу но плохо хороший урон 9 урона за раз так этот упырь у нас опасен тоже да а ну здесь нечего делать кроме как стрелять курлык так смогу ли я докинуть не кажется из-за полной стенки я нет вроде как есть давай 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 тихо не прыгай вот сюда вот давай ой можно много убить давай 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 хороший урон туда блин это дроны убийцы осталось остался только один ой как же хорошо там было небольшое возвышение оооооо это снова ты кидаю гренг слушайте еще уже будет один пак да я правильно помню мчусь пикотинцы поближе на этого чуть-чуть поближе Я как-то отсюда, что ли, видел его А отсюда я его видел? Мистиком Ладно, сектор должен паниковать 19% Мимо Дрон не флангует Ааа, 30% Еее Прекрасно Еще два мелда звучит Но я, конечно, попытаюсь сначала ближний взять 35, он под полным укрытием Нас, конечно, здесь много И мы можем пострелять несколько раз Но мне кажется, надо его Тоже бомбить Бомбить, бомбить, хотя бы ранить Взорвем, ничего страшного Повышение хоть получим, гарантированно, леммингом Так, 8 пришлось убить Остался один факт Я не стал бы сейчас продвигаться вперед Вот этим вот товарищам Сектоидов слышу Есть, мэлт не протух Первое, что делаем, это берем И пулем последних двух сектоидов Окей Уже у них 110 ресурсов Оооо, привет Привет Их, конечно, нет Нет, вы их, конечно Я ведь очень хороший человек Так что для тебя одно место в своем составе Все же смогу выделить Выбирай тебе снайпа или пулеча И если первого, то еще можешь даже выбрать Мека снайпа или обычного Спасибо, добрый человек Так, давайте попробуем сейчас Я же флангуюсь здесь, да Итак, флангуюсь Блин, а место такое Пора продержаться Уольф.1 сил поддержал ваш канал на 100 рублей И сообщает Итак, видео, да Я человек подневольный Меня заставили В общем, доктор Валин изволит Слать вам депешу о том Что всех взрывать совсем не обязательно Есть попадание 37 Благодаря углам прицеливания Ладно, давай так Надо их сейчас Как-то вот Один ход пережить, короче Вот это вот я боюсь Фланг 50 Убегает Ах ты тварь И мэлт протух уже первый Это не хитрецы, а Выхожу Интересная штука Еще один мед Все еще валяется Ну, закидываю гренку Ради того, чтобы покоцать Но я О, он весь памятник снял Кто же, посадит Давай келли Молодец Келли повышение Что мы будем делать С этим упырем Он битый Можем на рывке, конечно Снять Овер Да погнали Снимаем Там вероятность будет 15% где-то 20 Ах, попал Гаденыш Выдвигаюсь Ну, что делать Направляюсь на точку Типа угол Какой-никакой 34% Мало Этого малым Принято Ну, подходите, гады Что же, не выйти никак Ну, и гренку, естественно Тоже Прямо всем в желании Не закинешь Блин, я не справляюсь Он еще один ход сделает 18 Нет Блин, сейчас бы он попал 21 и 18 И мэлт заканчивается Понятно Так, кто у нас Не Без опыта Все с опытом Хорошо, ладно Это личные просто Собрали Могло быть плохо Потому что Два пака Дронов Если бы они разлетелись Как-то по-хитрому Могло быть много проблем Ну, мэлт мы какой-то собрали 11 1 Но помним, что у нас Дикие просто Деньги нужны на пар Удастся ли нам собрать За 5 дней 400 Ой, 350 Бабла Или не удастся Причем нужно спутники Затаривать Ну, я не буду Отменить прицел Естественно Кажется, не удастся То есть надо Ставить пар Хотя разведчик Прилетел Попробуем его сбить Нужна баржа Да Баржа Да Смогу ли я Двумя самолетами Сбить Есть попадание Уже 3-4 Выстрела Нужны А, сбил Там был крит Шикарно И увернулся Еще от выстрела Который летел У меня Так, мы берем FX Open Естественно Для того, чтобы Вот как только он Получит звание Следующее Вот 700 Надо повысить его 71 Я не очень люблю Одинокий волк Потому что часто Делаю больше снайперов Чем один на миссию И они друг дружке мешают А вот меткий глаз Позволяет отстреливать Всяких Особенно если он будет зонером Ему отстреливать дронов Сикеров Это нужно Плюс 5 Неткости Да езжешь 76 Почти максималочка Прокнула Еееее Дальше мы берем А дальше мы берем Пачку последних леммингов Еще не последних Но леммингов И сообщают Не убегай С маршрутки С маршрутки Не убегай Ребят Шутки про маршрутки Я понимаю Конечно В любой момент Актуальный Но маршрутки пойдут Где-то через 5 месяцев В среднем Так что Рановато Особенно когда Тарелку сбивают Там в принципе Не может быть маршрутки То есть Не бывает такого На сбитой тарелке Так что Рано За проезд Не передаем Так Что у нас там По леммингам Что по леммингам Что по леммингам Сейчас бы Вот мелт собрать Может танчик взять Чтобы мобильность Вжжжж Ты возьми просто Пистолет-пулемет Одному И у тебя будет Вжжжж может даже дать ему какой-нибудь керамику и вот все уже это карабин стали пулемет вот тебя уже танчик который xp получит да просто melt это 40 почти 50 11 молода собрать так что надо мне постараться либо зарашить разведчик этот но карта моя любимая вы помните и мой любимый нет не мой любимый рейнджер бывали и похожим готов занять корабль вас понял рейнджер что вы помните что здесь есть хорошая позиция для снайпером отлично я не вижу врагов поэтому пробегаю всеми там возвышение сразу будет бонус двадцатка укрытие конечно для fx open не будет там толковых но если рядом не будет врагов то вот это вот возвышение сектоиде ким пока что сектоиде ким не вижу их проверяем блин где же melt и ну и не вижу врагов поэтому сейчас будем сдвигаться основными в сторону тарелки fx еще вот ему необходим для того чтобы подтянуться подбежать я пошел я пошла хороший такой раш и так с мы слышим где первый пак справа в углу все таки дам и слева еще слева плечом близком блин а у меня fx еще не готов поднимать его поднимать его давай родной аккуратненько прицеливайся здесь готовимся уже принимать но главное не спулить в этот ход ах и но они двигаются мою сторону это сто процентов поэтому здесь овер да они идут есть давай стреляем стреляем 40 40 40 бак минус 1 2 ранен нормально принимаем первый пак курлак курлак разбегаются а там полное укрытие что снайпер vision есть на него кажется не общий вид у него на не общий но я буду рисковать иду вперед но мне нужно их убивать обязательно и ну потому что надо отзонить надо безопасить снайпов снайпа пытаемся фиксом стрельнуть по молодец он хотел быть зонером ну конечно до выбора специализации еще далековато но мы сделаем из него человек постреляем все таки хоть как-то я понимаю что 20 процентов не лучше лучше этих оставить на увере потому что справа могут выбежать час новые этого спокойно бить гранаткой минус 3 сектоидом а вот еще один факт с понятным и плохо 70 процентов без выцеливания потому что полуукрытие есть ранение сейчас резко сдвигаемся влевом пацанами желательно конечно под укрытием 54 потому что угол и полуукрытие давай есть попадание 47 но тут может быть фланга но этими товарищами надо подрашивать возможно кинуть дым есть дым у нас я же брал один дым не в этой игре не в этой миссии главное чтобы сектоидов были цели кроме снайпа это вот самые но я уже беспокоюсь за здоровье у меня тут тоже полуукрытие правильно слияние пошло хорошо то есть мы двоих можем шатнуть если переживем этот ход и побежал овер где-нибудь давайте хотя бы ранить хотя бы ранить 44 шану майкер миша собрать есть спасибо что ты вернулся защитить землю от инопланетных спасибо за спасибо пусть они разрушили офис ксом в прошлый раз новый офис станет оплотом людей отлично все экспо снайпером тут на овере стоит собаком мне разведчика нет я пытаюсь его как-то прострелить ну на овер у меня нет желания бежать если честно просто никакого они подбежать я не могу соответственно не ну кинуть гернку я не могу если не подбегаю шагу назад 34 неплохо вроде как паника сапресс держись о ответный мажем неужели фланг будет будет фланг ай ой фланг черт нет черт как же я за накосячил там хорошо пережил этот выстрел лемминг поэтому мы гранаты закидаем невелика беда наверное наверное выхожу может укрытие с ними мы постреляем 55 маловато но учитывая то что ближнего мы в любом случае убиваем я попытаюсь есть хорош да вот фланговать это не факт что правильное действие там же еще третий пак но он вроде правее был сейчас такой ауто полю что последнем ходе не нормально так лечим нашего бедолагу который уйдет на там 30 дней просто легко легко и просто справа пак прямо аутсайдер и проблема в том что я как бы подрашать особо не могу из-за того что надо поперезаряжаться еще иду к точке да и снайпером бы прицелиться было бы полезно но побегу я сразу на аута чтобы перезарядимся может даже вот хотя нет да справа секторе шаги они близко лучше с них начать лучше с них начать пустить какого-нибудь маневренного вас понял за мелдом ох кажется фланг есть для снайпер да нет нет фланга но очень хороший угол 83 процента раз хорошо здесь может обойти нас упырь увери я в пути слушаюсь уже иду скоро буду принято начинаю наблюдение уже иду ну подходите давайте овер слиянием о 2 по 50 есть серьезное ранения вижу кто того кто баффать пси паника мимо и так здравствуйте Да-да-да, будет вы и есть спецназ, естественно Причем в этом месяце 78 в первый раз, кажется, на моей памяти FX мажет Что мы будем делать с Сектоидом ближним Этим вот 22, от негустом О! До дальнего надо пытаться коцать Бафает, гад Ну что-то мне кажется, я зря пошел С так сильно вперед Что у меня что один, что второй может флангануть Да-да, ребят Какая-то беда Есть попадание Нечем стрелять 36, давай убей этого Но все равно там левый меня очень сильно смущает Во-первых, он может курлыкнуть и флангануть Но он не туда бежит Но тем не менее 40%, блин Фух А это что? Подавление, хорошо Ну все, этого взрываем, получается Мелт все еще 86 Ладно, 86 лучше Возможно, надо было подкормить Опытом Здесь фланг Хотя не верняковый фланг Ну а тут гренку надо кидать После этого, возможно, стоит к Мелду успеть Ну либо рашить аутом Но рашить очень аккуратно Потому что сейчас Вот прямо сейчас его Я не убью никак Четырьмя Четырьмя Оперативниками Но хочется, хочется поаркадить Чисто ради Мелды Поэтому побежали на него Если мы его убьем То миссия закончится И Мелт соберется Ай Ошибка А вот теперь молиться надо Полных укрытий нет Поехали Здесь ханкер Здесь ханкер Блин Вот я в середине процесса Был пойман просто Атака 28 нет Минус лейминг Еще один И Мелт проток в этот момент Просто Такое унижение 28 Это аут Он не прощает Он не прощает Черт У меня часть людей Вообще черт знает где И гренок нет Я могу флангануть Но я могу его не убить Просто Это будет еще минус один Оперативник Снять Оооо Блин Надежда на FXO Потому что он попадет Блин Твою же шметь Да он мне флангует Следующий ход Просто и все Я не знаю Как его убивать Вот Типа надо Вот дальними рашить Безусловно Хотя бы Чтобы на через ход Его убить Если фланговать Смысла нет Он тебя сам фланганет Блин Вот я дурачок Конечно Ну чуть поторопился Игра моментально Наказывает за такое Просто моментально Ну я встану на овер Чтобы он Типа не подбегал Но он стреляет 60 Мажет Слава тебе Господи Так дальше проще У меня есть возможность Скинуть гренку Сейчас повезло Да Пытаемся снять комп А что без гренфога Ну проходи без гренфога А что ты без гренфога проводишь Проходишь Не проходишь А с ним А чего Я не киберкотлета Ты это хотел услышать? Ну у меня тот же К тебе вопрос Ты-то что без гренфога Не проходишь? Точнее Проходишь без гренфога Не проходишь Вообще никак Не беси меня Да Смерть Лемминга Ранение на полмесяца Блин Жалко Уже второй лемминг У нас падает Ну я сейчас буду Веселере продавать Источник энергии Естественно Все для того Чтобы заказать Пару спутников Или оставить На следующее исследование Что через 9 дней Мне уже По хорошему А я упираюсь там Во фрагменты оружия Но я их и не продавал 10 сплавов И фрагменты И сплавы Правда мне нужны Сейчас будут На первое оружие Ладно Давайте скидываем Пока Элери Скидываем пока Наносплавы Скидываем трупы Потому что на них Запросов в ближайшее Время не будет Ну и надо Типа 2 спутника Заказать Либо Через 4 дня Давайте по одному Спутнику закажем Потому что Их можно будет Отменить Чуть-чуть не хватает Но если просто Я не строю сразу Парогенератор То Потом долгое время Кукую И не могу ничего построить В принципе Даже школу офицеров Я не смогу построить Которая стоит Либо Типа я забиваю На пар И делаю Энерго Ну генератор Обычный здесь Но это плохо Сделать снизу Это лифт И денег Нужно будет Море потратить На это Делать слева Это значит угловую Никчемную Забивать Нужным строением Поэтому мне кажется Что мой путь Это Отменять спутники Будет И вместо Вместо этого Делать Парогенератор Ну три недели Будет пилиться Погнали Прицел Пять дней Марксманский Восемь дней Еще один разведчик В целом Здесь мы можем Получить Еще ресурсы К бою готов Выхожу из боя Нет Блин Да Пауза Не поставил Да Гринфук Это галочка Наверное Самое Самое Жесткое В лонгворе Когда Снижается Меткость Да Блин Не отменил Сейчас Каждый ход На единичку До 30 штрафа Это провоцирует тебя На очень агрессивную игру Атакую Там танчики Раши Штурмовики Мэки Есть Сбили и полетели Закачать На овервотч Прицела К сожалению У меня нет До сих пор Ни марксманского Ни обычному Поэтому Разведчик Отправляется Отправляется С обычным Ну Со старым Эквипом Костюмы Меняем Так Не Ну Пехотинцам Наверное Имеет Смысл Уже Ставить Хотя бы Базовый Прицел Лазерный Вообще Лучше Еще второй Прицел Было бы Сделать Лазерный Один Это вообще Мало Но мне денег Нет Понимаете Из-за того Что мы получили Стартовый бонус Лаборатория Мастерская Ты сразу Упираешься В электроэнергию Ты ставишь Первый генератор Но Второй Из-за того Что пар Наролился Хорошо Наролился Мне придется Ставить Но зато Когда парогенератор Будет готов У нас сразу Будет Хороший запас Там 24 что ли Добавляет По Энергии Но до этого Момента Мне придется Прям очень Очень Ну это Первый приоритет Парогенератор Не такой он важный Как спутники Естественно В смысле Спутники Не такие важны Как он После этого Возможно Добавим прицел Возможно Отменим Спутник Один Попробуем На вырученные Деньги С этой миссии Построить Парогенератор Стоит он 350 Если мне не Изменяет память Второму Пехотинцу Мы тоже Выдаем Прицел И пожалуй Давай пока Увеличенные Магазины Поехали Оп Стоп Кого-то Забыл Слот Забыл Или что Не понял А что он Мне предупреждает А Доступно Для повышения Сори Конечно Разведчика Нужно Опнуть Так Разведчик Учитывая Его точность Это не инвизный Разведчик А зонер Нет 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 Не факт Ты же Разведчик С приоритетом Должен Инвизного Дел Тоже не факт Танчики Хорошо с этой Ролей Справляются Может реально Сделать зонера А для зонера Нужно что Волк-одиночка Урон Или метки Глаз Скорее всего Агрессия Индезон Вызов И выборочное Прицеливание Ну да Учитывая Его мобильность Наверное Мы делаем Из него Одиночку Тогда Инвизора Тебе нужно качать Плюс 3 меткости Всего дали Маловато будет И Медик А вот тут вопрос А нет Нет вопрос Я не буду брать Сапресс Потому что Уже определил Что пехотинцы Будут у нас Пехотинцы У нас будут Приспособленцами Пулеметчики Чисто сапрессерами И Соответственно Я наверное Полевого хирурга Возьму Как в прошлый раз Хотя Есть опция Брать Дополнительный Сапресс Медику Но мне Эта идея Не очень нравится Хотя Некоторые Профессионалы Это практикуют Потому что Будут стрелять Медика А медик У меня офицеры И они Повышенные ценности О меланхолик Дарит А меланхолик Подтверждаю Рейнджер Штурм 1 На месте Крушения Видите Дарит 10 примачков Спасибо большое Меланхолику Ясно Так я вижу Впереди Пак Я понимаю Что надо Потихонечку Подходим Узнаю О карту Узнаю Респ Уже Вас понял Вас поняла Поняла Вас Слушаюсь Погнали Задача Пехотинцев Шестерых Докачать До приспособления То есть Вот их Вот Брать На миссию Может Даже С приоритетом Для того Чтобы Где же Они там были Интересны Направляюсь На точку Координаты Получены Пути Завести Соконов И второй Пак Как выяснилось Ближе С другой стороны Ну типа Справа Да Вижу Его Надо уже Думать Как Разведчика Соленову Выводить Чтобы Он Без Марксманского Перцела Пока Пока Это не Столь Актуально Что Мы все равно Придется Сокращать Для того Чтобы Достать До Противника Блин И слева Шумели И прямо Шумели Что же делать Ладно Поехали Пулем Не Пулем Они Стоят Вот где-то Здесь Я их Не вижу Исключительно Из-за Возвышения Не из-за Дистанции Я с ними Очень уже Близко А именно Из-за Того Что обзор Перекрыт Немножечком Так Ай Хилисклик Черт Иду Милан Хорик А если Та почта Которая Привязана Мой аккаунт Довольно Неактуальна Как ее Можно сменить Через Саппорт Ты ее Можешь Сменить Насколько Я понимаю А если Ты привязал Телефон Если Ты стример То ты Кажется Можешь При помощи Даже Без помощи Саппорта Это сделать Здесь еще Подлиск Не знаю Да Дроны Один Не взлетел Обойти Хотят Обойти Котят Леммингами Стреляем По тому Кто Снизу Ну Пехотинцы Молодцы 52 Все равно Дроны Опасные Потому что В них Крайне Сложно Попасть Особенно На старте А они На тебя Летят Просто Как Бесшумные Убийцы Ну вот Что это Такое И все И ты Я вот Уже Думаю Что надо Надо было Кстати этим В первую очередь Да надо Дым уже кидать Нет Ладно Не надо Пока Пока еще Не надо Успокойся Тем более Видишь Попадаешь Главное Чтоб Сейчас Слева Не выскочили Из-за Угла Люди 34 За Фулкавером Окей Услышали Где Melt Стреляем По тому Кого Видим Страйкер Привет Привет Патроны Заканчиваются Есть Молодец И Марксман Зонер Он Хорош Он Кстати Еще Получается Раньше Чем Снайпер Зонер Потому что Снайпов Инда Зон Появляется Последним А тут Четвертым Скиллом И Ну Типа Можно Уже На Какие-то Опасные Миссии Недалеко От Старта Игры Их Привлекать Ну Типа Терроров Поняла Вас Например По этим По крыскам Пострелять Методично Подобивать Резком У нас с вами Позже Появится Несколько Лазерное Оружие Но зато Пораньше Будет Первая Броня Это Курлок Курлок Впереди Ну Это Разведчик Здесь Вообще Два Пака Ну Я Пулю Скорее Сразу Нет А я Шижих Слышал Они Видимо Отступили Видимо Успели Отступить Зато Время Пока Пехотинцы Поближе Да Главное Не заливать Вот эти Вот две Победы Вы Наверное Обратили Внимание Что Сразу После Смерти С Оперативника Даже Несмотря На То Что Это Был Леминг Который Вот Первый Самый Первый Самый Первая Его Миссия Он Ничего Вообще Не Решает Все Равно Такая Бах Легкая Дезмораль А С Дезморалью Ты Начинаешь Играть Блин За Митком Спрятался Гад С Дезморалью Ты Начинаешь Играть Не так Как Обычным Хуже Есть Такой Психологический Еще Эффект По крайней Мере У меня Что Такая Минус Мораль Ты Начинаешь Меньше Ценить Того То Что Тебя Ну Тебе Кажется Что Уже Все Плохо И Ты С Таким Подходом Начинаешь Только Усугублять Ситуацию Типа Ну Все Плохо Все Ничего Не Сделать Вот И Это Такой Очень Интересный Икс Чомовский Эффект Получается Очень Интересный Потому что Игра Если вы Играли На нормальном Уровне Сложности Заметили Наверное Что Она Вас Потихонечку Потихонечку Ломает Потихонечку Так Медленно Медленно Но Ломает То есть Больше Миссии Миссии Сложнее Постоянное Давление Постоянное Усложнение Ой Пак Фа Фланг Есть попадание 50 Но Трисектоидов Бочини Это не очень Хорошие Новости Блин Овер 44 Давайте Ребят Надо Пострелять Не просто Пострелять Но и Попасть Ребят Два Раза По 50 Вот поэтому Я делаю Из Пехотинцев Самых Точных Людей Сразу Подовер Подавление Сапресс Это очень плохо Надо Сапресс Убирать Так Еще Подавление Блин Двух Пехотинцев Гасят Так Мне нужно Что? Мне нужно Гранаткой Желательным Убрать Эти два Сапресса Но Одной Гранатой Да нет Почему Я справлюсь С одной Гранатой Идем Сюда Мы знаем Что там Еще один Сектоид Который Бафает Но мне В первую очередь Нужно Серьезно Не получится Да А с хаешки Человек Далеко А этот с хаешки Не добегает До укрытия Да Очень жаль Миш А этих товарищей Мне надо Выбирать 30-33 Я понимаю Что можно Флангануть Развидосом И скорее всего Разведы Надо отсюда Убирать Погнали Раз 82 Мимо Цель Не поражена Шесть Шесть Сектоидов Мать Моя Женщина Да здесь Фланг 34-34 34-34 Давай попробую Освободить Своего друга Понятненько Я подставим Я подставил сюда Леминга Для того Чтобы подсветить Дальше Людей Можно еще Одну Грянку Кинуть И Мне кажется Это Правильное Действие Добиваем Добиваем Этого Этот побежит Который флангует Сектоид Курлок Блин Не достаем Тут овер Мне кажется Развидоса Надо прикрывать Следующим дымом Ты же под дымом Да Под дымом Ну разве Дос единственный Кто здесь не прикрыт И меня он пугает И он Самый здесь ценный Ну Если не считать Там Тут овер Сейчас побегут Может постреляем По кому-то Нет Слияние Ооо Этого фланговать Можно разведчикам Так Ну Слияние Ой Хорошо Бы Того гренкой Добить Чтобы сразу Минус 4 у нас было Два овера По 50 Оп Ну Еще один справа Сопресс А то по уме Паника Мимо Пси паника Отлично Пси паника Еще одна на лемминга Ну это ладно Главное Чтобы цепная реакция Не пошла Разве дос Не справился Так Ну я бы взял Человека с хаешкой И закинул хаешку Вон туда Просто вон туда На мэлд На все За себя За Сашку Потому что там Есть бафер Мэлд Взрывается легко Там еще Урона может хватить Да Минус 1 Этого покоцали Почти минус 2 33 33 33 маловато будет 34 У меня право еще смущает Он мне Ну я понимаю Что я могу кинуть гренку Там Убить вот этих вот двоих Но взрывать пришельцев Совершенно не обязательно Ведь взрывчатка уничтожает Ценные Давайте попробуем Попасть 33 Разок И 33 Еще разок А потом уже будем Жестить Есть минус 1 34 Плюс перезарядка Видимо здесь Увы Так Ну что вынуждены Если сейчас промахнется медик Он скорее всего промахнется Мне придется Этого тоже уничтожать Хотя вот Мне больше Мне больше правый Беспокоит Что он не раненый И лучше его покоцать Иначе А ну и ясно Но он должен Спаниковать Чисто теоретически И метнуться К этому К изгою Я надеюсь На это По крайней мере О Там фланг Еще один Ой Рискую Надо было убежать Зачем ты это делаешь Молодец Победители Как говорится Не судят Но это была ошибка Да и он отходит Хорошо Отходит Отлично Еще ребят Приходим с себя Потихонечку Да Помним про Аутсайдера Дикого Которые Которые можете Показать Как надо стрелять Подтаскиваем Пехотом Двигаюсь на позицию Выдвигаюсь Клад, клад Начинаю наблюдение Все готово Выдвигаюсь Перезарядилась А теперь бой Начинаю наблюдение К бою готов Что с погранатом Нет у нас гранат Только одна Одна осколочная Слушаюсь Ну по сейфовому Конечно бежать В сторону двери надо По сейфовому От изгоя Ну чтобы его убивать Есть Там же есть еще Сиктоид Поэтому Бежать Подставляя Бока Это весьма Опрометчиво Потому что Он может выскочить В любой момент И И пострелять Под себе Он умеет Да Понимаю Что мэлт Протухает Жаба душит Но сиктоид он такой Он может выскочить В любой момент Сейчас пошел риск Риск ради меда Выхожу Направляюсь на точку Поняла вас Двигаюсь на позицию Ясно Сейчас сиктоид на свой ход Открывая дверь К улице Изгой Он стреляет Мне фланг убивает Шлак сразу Это самый важный ход С точки зрения риска Все есть Подходим Раз Подходим Два Подходим Три Четыре Пять Все равно Некоторые товарищи У меня без укрытия Но Да Он выходит И Гагашечка Блин Нет Блин Вот это Конечно ладно откроем сразу давайте пофиг что один ходил очень плохой расклад очень осторожно подобное оборудование может быть крайне нестабильно я до него никак не добегаю мне нужно размещаться и вставать в ханкер но у меня при этом товарищ отходила вот это вот который не сможет встать в ханкер но ладно это риск процентов 30 40 нет ну как ну зачем я зачем почему не подождал ход блин черт ну как так за каждый ход вот такой вот тебя могут наказать и наказывают собака просто просто раз и минус боец причем кажется это был пехотинец надеюсь это был лемминг и это было не пехотинец и не разве доз был не разве доз не разве доз хорошо это был лемминг трендец ненавижу провоцируем его на подход он стиль он сет стенку снял охренеть так давай-ка быстро фланг несколько человек а пока он там стоит не хочешь никуда бежать мне нужно подходить по пытаться здесь ханкер ханкер подход ханкер 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 один процент это время его прорашить но готовы флангануть погнали ладно 182 черт вот один момент один момент вот реально один момент что из-за того что один человек не как-то гренка скорее один человек не не был в ханкере все прилетает и сразу какой в другой вот я никогда не могу понять они реально думают что будет другой раз иногда хорошо не взорвали убили три лемминга за сегодня это первых миссии но компьютеры сплавы борткомпьютер источники датчик движения поврежден сразу же надо продавать покупать датчик на на сплавы минус источники борткомпьютера леса маляри лесом хорошо 200 200 баксов это типа спутник мы можем отменить на но мне бы еще конечно за оставшиеся один день где-то надо быть 200 баксов у хотелось бы мы получили попа так вы есть спецназ кажется это вандорн большая шишка и зон так но сюда надо бы конечно взять парочку нормальных как минимум возможно сейчас поповышаем что снайпа у меня чуть-чуть не хватило фокс опену на школу офицерскую но за это нам дадут денег друзья нам за это дает дадут денег немного инженеров снижение паники 120 но это уже будет близко к это уже будет 290 можно будет на сплавах надыбать и мы без отмены спутников бахнем себе парогенератор плохая новость в том что у меня нет датчика движения на эту миссию но сюда бы еще разведчика взять 1 не давайте я пойду в казарму и попробую привести в порядок сейчас раскидаем 6 человек это пехотинцы они будут нас на овервочах дальше мы берем точных и точными будут снайпы берем людей которые с низким запасом здоровья из не очень маневренные но типа 312 какие-нибудь да 4 уже не очень хорошо 313 потому что хочется людей которые поплотнее поманеврение на передовую потому что если вы например возьмете рокета у которого маневренность 12 у него тяжелое оружие минус 3 и он вообще бегать не будет поэтому коллег у которых там 12 скорость 5 1267 это скорее блин он довольно точный то есть чуть выше среднего давайте посмотрим кто у нас есть 6 пехотинцев мне нужно еще пять снайперов выбираем 5 снайперов 313 68 погнали 1 плюс 3 меткости слабенько 314 пока нет 413 пока нет а есть там 70 еще остатки нет я всех пехотинцев правильно сделал 312 68 еще один снайп ох пули 6 точности отличный снайп отличное начало для снайпом их мне нужно 9 человек приблизительно я стараюсь сделать приблизительно такое же количество людей как в прошлый раз то есть 6 полных составов с приоритетом на снайпов то есть 6 ключевых медиков инженеров пулеметчиков пехотинцев рокетов может быть рокетов минус один но самое главное вот те люди которые на все миссии ходят это точно медик точно пулеметчик только точно пехотинец должно быть минимум по 6 человек 313 66 давайте ладно его потому что 313 жал ваш канал на 100 рублей сообщать две единицы метки четвертый час ночи ты до сих пор стремишь михаил 500 гения две недели без содержания бери продукты куплю сама кушать можно прям за компом пылесосить тебя буду каждые три дня спать можно прямо в кресле не отвлекайся да не отвлекайся да надо женю обрадовать ну к чё обрадовать еще рано обрадовать привет так что что только наладил отношения с девушкой она должна понимать аппетит нормализовал стул но можно мог избавиться от подробностей тут негодяй кто разрушил все это и сделал такой банк удачи майкер ты почти миллионер да я очень счастливый человек потому что вокруг меня людей хороших много готов опять же вот посмотрите вот кто это такой как вы думаете вот кто это тут лишь влежит трис мышку дай дай мышку мышку а во раки убрал руки трис вот давай в камеру в камеру посмотри чё ты уля какой морда полная наглость и чё ты мне снимаешь камеру убрал камеру убрал еще пофиг на тебя жрать неси милаха да трис молодец трис растет объедает всех остальных котов подожди дай то я сцену переключу ну лично так 315 64 вот это как раз и новизный развед потому что для штурмовика экзальтов ского а у меня пятнашек больше нет мне больше пятнашек нет мне нет больше человека с мобильностью 15 их было всего двое но на экзальт может 514 сделать да лучше 514 чем 315 это будет у нас разведчик как раз под инвиз ну давай тогда сразу выберем человека 514 есть же у нас 514 513 513 514 нет офигеть 414 есть но достаточно точный 512 512 это было мне посмотреть есть там штурмаж или нет штурмаж что же достаточно точный ладно 314 314 снайпером тоже слишком дохло им плюс 5 точности отличный снайп 314 68 2 с 6 снайп кажется 4 меткости так себе еще трое 413 кандидат 313 68 безусловный снайп плюс 5 точности красава еще два снайпером 313 63 слишком не точные слишком тоже не точные эти уже на пулеметчиков они плотные ну тогда получается 314 это тоже снайпер более маневренный но снайп есть хорошая точность последний крайний снайпер 311 64 но он не такой точный но кто из него вообще получится кроме снайпаник то есть 6 далее из него может получиться хороший снайп так закрыли потребность пехотинцах закрыли потребность снайпах базовую потребность в разведчиках но желательно туда еще одного добавить теперь мы переходим к пулеметчиком ракетчиком инженером медикам я бы хотел чтобы пуличи были плотные желательно чтобы у них была положительная защита точность меня от них не особо нужна а мне в принципе сейчас точность ни от кого не нужна правильно так что выбирая точных лучше делать сейчас точных именно пуличей 413 69 пулеметчик то потому что они периодически будут стрелять с руки не только что прессе правильно пушку нехорошие отлично плотный точный пулеметчик 1 по уже 2 кстати пошел рестор говорит а можно не скромный вопрос член чисто для тебя или можно опережение мне как раз 500 к на 1 из нас квартиры нужно надо уточнить у фэкс опена но и не берусь за него отвечать но да это как бы можно можно что-то прикупить нас как раз товарищ на разработке появился ресурсы будут кстати 10 процентов с того что я получаю с ас донатов они с челленджи идут спортивный фонд это было одно из условий чтобы турнир по варкрафту привет и нет мест пока нет его сто процентов нет и его был отличным пулеметчиком в прошлый раз держался номер как и многие другие одним из условий того чтобы варкрафт был на рцг во владике с лан финалом это чтобы мы со своей стороны фон попро по пополнили и вот таким способом я свой вклад внесу так 5 12 67 точные плотные пулеметчика почему нужно делать плотными пулеметчиков потому что они постоянно подавляют а подавляя они увеличивают приоритет противникам стрелять по ним да они стреляют с низкой вероятностью бла-бла-бла но в первую очередь стреляют по тому кто сопрессит поэтому они часто получают 5 11 64 это скорее как он с медик или инженера даже 4 13 68 еще один потенциально хороший пулич давай хорошие пулеметчики точные будут может даже там тапперов сделаем со шредой с метками у них пушки хорошие пехотинцы у нас будут на приспособленцах пулеметчики у нас будут сапресс и дебаф с метками снайпы понятно они mvp 4 14 67 очень точный очень классный давай блин какие пулеметчики заходят им хиты дают хотя может быть ему по умолчанию хит должны давать на старте и последний пулич 4 14 64 маловато меткости 66 66 66 5 13 5 12 5 12 отрицательная защита лимит не прокачался еще 3 13 с положительной защиты 4 12 ранения кто больше не осталось давай не очень точно не подожди там же был наверху лучше 5 11 для поле вот вот это вот 64 4 вот это хороший пулеметчик а я кажется паниковать у меня будет часто все шесть пуличей дальше у нас задача сделать рокетов медиков и инженеров раз два три 4 5 6 7 8 9 на всех не хватит и надо сейчас как-то комбинировать да инженером нормально дают хитов я не хочу делать медиков без хитов поэтому 5 13 63 косой это будет у нас второй медик 6 6 6 6 раз 3 13 ладно инженер косой они часто не подходят достаточно близко плюс им добавляют повторюсь нормально это 3 13 тоже инженер в инженеры идут как правило люди отбросы по стандартным статам но у них как правило хорошие хорошими воля хорошее именно поэтому я их в том числе отправляю в пси 5 13 66 это рокет это рокет первый ракетчик 5 12 5 12 тоже рокет рокет я понимаю что мобильность составляет желать лучше подожди нет не рокет рокет может быть медик медик что рокеты они часто находятся тоже на отдалении учитывая то какие качаем 4 13 66 4 13 66 это два рокета им точность все таки нужно ну для того чтобы меньше было отклонение ракеты так кстати 4 ракетчика 5 пулечи 3 инжа 2 медика 5 11 это медик будет я понимаю что он медленно бегает но остальные будут бегать еще медленнее плюс медику дают сразу мобильность ох у меня два вакантных лемминга после этой миссии кстати нам выдадут еще двоих на тысячи рублей шейд спасибо большое тебе привет ваше можно и ты говоришь я присоединился ей спасибо за варкрафт спасибо всегда хорошая игра и это игра супер да мне тоже нравится в них есть что-то все-таки общее конечно варкрафт это real time и там ты играешь против живого человека это самое принципиально что что совсем отличает их но с точки зрения возможностей что вот подумать чё поделать хотя в варкрафте нет такого что рифл стреляет просто стреляет не по демон хантеру не под парами не под не под проклятием и может промахнуться так что поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает да миша так думал зайду так и psf x open ты лучший я хочу от тебя детей минус кей так два человека у нас третье еще прокачается но нужно 6 медиков сделать и 6 инжей по-любому а еще у меня там как бы штурмаш не готов а кстати может быть джанго сделаем штурмовиком ой то есть вандорна а что вандорна непоколебимость или одинокий волк из него штурмаш вроде как получается да так что штурмаша есть одинокий волк и он соответственно будет из него нужно было делать так того человека которого нет перка одинокий волк в ветки а у кого нет одинокого волка ветки у снайпа есть у разведчика есть у У Пулича нет, у Пулича нет, одинокого волка. И у Рокета нет. Мы можем из него сделать Рокета. Хотя, блин, что Пулич, что Рокет находятся всегда в гуще событий, и им этот одинокий волк только... Пехотинцы из него надо делать, пехотинцы. Вот они в авангарде могут постоять. Но я пехотинцев уже сделал. Ладно. Сейчас, по крайней мере, стало попонятней, кто у нас, что у нас, сколько у нас. Летим на миссию, к сожалению, без прицелов. Я уверен, что вы справитесь с этой непростой задачей. Ну, я бы тут, конечно, взял уже бойцов. Возможно, взять Лемминга на докачку одного. Пара снайперов точно нужен разведос. А-а-а, он в фатиге. Он в фатиге. Он в фатиге. Окей. Да там, помните, на овервотчах падают скриптовые люди. И иногда бывает, что необходимо снять оверы. Побольше аптек. Из-за того, что много яда и... Без датчика движения дойдем. Это не нужно. Блин, инженеров не хватает. Да, можно дождаться вот этого новенького 5.12. И... Ну, хотя инженер из него посредственный. Из него медик должен получиться хороший, плотный. Жалко, я здесь без оверов. Буду пехотинцев качать. Медик, снайпер, пехотинец, пехотинец. Лемминг. Ну, возьмем пулеметчиком. В общем, степом возьмем его. Ну, да, обилие, конечно, бойцов. В общем, медиков надо качать. Нет, давайте я возьму второго медика ради миссии. Потом нам же нужно будет всех их с собой для офицерских званий подкачивать. Поэтому сейчас вернулся еще один лемминг. Я делаю из него второго медика. Прекрасно. Жду от вас хороших новостей. Давид сделал. Не вижу. Вот он. Для того, чтобы получать звание, вам необходимо отработать какое-то количество миссий. Пять, кажется, до каждого следующего звания. А медиков потом будет несподручно брать по два на задание, потому что они особо пользы не переносят. То есть это ребята такие... Почему без штурмовиков играешь? Ну, я не нашел он применения. Я просто не нашел он применения. Я пытался, но не нашел. Ну, кроме экзальта и кроме каких-то контактных карт. Я не знаю. Эй, тут наши. Здесь на всех работах хватит. Нам после этой миссии, кроме всего прочего, еще двух людей дадут. Главное не потерять Вандорна. Да, уже фингманы. Я понимаю вас. Они могут быть в разных местах, короче говоря. Можно их было вот уже сейчас спулить. А можно не спулить их, даже доходя до середины карты. Это миссия совета, которая... Кажется, я ее галочкой поставил опцию, чтобы она всегда была в марте. Кажется, есть такой... Такой... Ну, это типа стандарта. Добраться до ближних укрытий, потому что они полные. Но, скорее всего, сейчас я кого-то уже увижу. Да. Два голоза дыхсиктоида. Снайп не видит. Снайп не видит. Прячусь за укрытием. Ясно. Ясно. Буду на чеку. Буду на чеку. Вы подходите. Бегут. Это вся карта на оверах. То есть она такая более-менее скриптовая. Поправка на ветер. Какой ветер? Какой ветер? Побежал. Еще есть один выстрелок. 50. Но у меня пока нет приспособленцев, но ребята попадают. Слон всегда через Марадзуки играет Мартовского. Мартовский Марадзуки. Звучит неплохо. Так отходит. Снайпер видит наконец-то. Точность всего лишь 65. Но снайпер начинающий. На эту миссию можно, конечно, уже было прокачать пехотинцев с оверами. Но тогда бы у меня был хвост какой-то. То есть опыт он все равно ограничен. Если у тебя более-менее фиксированное количество миссий, то у тебя... Хорошо. Здесь увидели уже, что никого нет. Сразу пулеча ставим. Потому что он тяжелый. С тяжелым пулеметом. Есть. Выполняю. Двигаюсь на позицию. Ясно. То... Выполняю. Ну, кто-то больше получал, кто-то меньше. Я абсолютно согласен, что нужно... И всегда старался так делать. Прокачивать хотя бы одного человека. Обычно это снайпер. До сержанта. Ой, до Капрала, извините. Побыстрее для того, чтобы открылась школа офицеров. И ты там, ну, начал уже выдавать звания людям. Хотя, мне кажется, я поторопился с... Тороплюсь со школой офицеров. Раньше я ее рашил. Потому что нужно было в первую очередь открыть размер отряда. А сейчас, пока ты медиками не... Ну, пока ты всеми. Любым, не важно. Медиками не медиками. Медиками в моем случае. Не получишь... Ну, не пройдешь пять миссий. Толку-то нет. Поэтому, наверное, я не прав. Что... Пытаюсь закинуть сейчас... Да, наверное, я не прав. Я определенно не прав. То есть мне не нужна школа офицера так рано. Да, получается, не нужна. Давайте зафиксируем. Значит, сейчас первая миссия для медика. Для первого медика. То есть мне нужно три раза всеми сходить на миссию. Для того, чтобы у меня появилось первое звание. Ну, если мы отталкиваемся от того, что я сходил, получил первое звание медиком. Потом вот сейчас... А, нет, у меня уже были медики до этого на миссиях, да? Точно, уже же были медики на миссиях. По крайней мере, дважды. По крайней мере, дважды я брал. А то и более. Сейчас, погодите. Хотя бы приблизительно нужно. Вот хотя бы... Не обязательно прям... Все высчитывать. Но... Смысл в том, чтобы не сделать школу офицеров... Там за... За два... Ну, там, за две недели, за месяц до того, как я смогу первое звание получить. Вот это не нужно мне. Так, ну что? Скорее всего, пулем. Не пулиться. Что делать, когда не пулиться? Пулить лучше. Уже иду. Внизу три группы врагов. А вот и они. Дрон, сектоид. Иду. Вы и есть спецназа? Ха! Давайте сюда! У нас новая задача. Я весь понимание буду на стороне. Привет, Евгешня. Я знаю. Начинаю наблюдение. Слышите внимательно. Слышите? Так. Мэг там, что ли? Ладно, шучу. Пускайтесь! Тут на всех работы хватит. Разговорчивый ван Дорн. Да, большая шишка из ООН. Блин, ну что ж такое? Я знаю. Я хочу бутоносторожен. Действует готовность номер один. Сканирую уражер. Мне кажется, там очень много народу. Или нет? Такое впечатление, что они просто в кучке стоят. Бус не дует. Он рыбак. Он рыбак. Евгешин активирует премиум 100 месяцев. 100 месяцев. 100 месяцев. Евгешин. Привет. Есть. Есть контакт. Немцова стреляет. 60 процентов. Минус. Тихо кто? Да, там минимум два пака. Помните, там же дрон еще был. Правильно? Здравствуйте, пожалуйста. А вы из другого пака? Да, новый. Дрон сектоит. Оооо. Ха-ха. Да погоди, погоди. Так, сначала снайпом. Бах. Потом вторым снайпом. Бах. Бах. Дальше пехотинец, потому что у него есть возможность и выстрелить, и встать на овер. Плюс они достаточно точные. Встреча в аду. Готовность. Попробуйте гяди. Начинаю наблюдение. Но я бы здесь все-таки назад отошел как-то, чтобы не видеть никого. И чтобы меня не видели, самое главное. Слияние разумов пошло. Там два сектоида, если я правильно помню. Один справа, другой слева. Дальний бафает ближнего. Ближний выходит на нас. И ловит два... Три раза по пятьдесят. Этого хватило. На тебе! Боеприпасов нет. Спускайтесь! Тут на всех работы хватит. Так, ребят. Понимаете, у нас... Идет война, конечно, я все понимаю. Но... Война войной, как говорится. Триса. 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 Вообще ухом не ведет. Кот. Ну, сделай что-нибудь на камеру, ну. А, блин, она спала реально. Трисочка. Триса. 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 Отстань, человек. Устала воевать. Надо обязательно Трису добавить. Мест, конечно, нет. Можно начинать. Смена магазина. Смена магазина. Смена магазина. К бою готов. Бою готов. Не мешай спать человеческо. Да, да, да. Ясно. Опа. А там был еще человек. Человек сектоит. Вы мне поможете или нет? Человек сектоит. Что за шум? Да, понимаю, что Фингмана еще впереди. Вы и есть спецназ? Давайте сюда. Так, а разведчика у меня нет. Я не могу так просто идти на него в бой, потому что я могу словить плюхом. Спускайтесь. Тут на всех работы хватит. Что за чертовщина? Поднимается, скажите, да. Наша любимая лестница. Изи. Но это не самое опасное в этой миссии. Самое опасное, на мой взгляд, это Фингманы, особенно когда у тебя разведчика нет. То есть они падают в случайные места, и ты не всегда, знаешь, ну, не всегда готов овер убрать. Неправильно сделан. Ладно, пойдем. Слушаюсь. Вы и есть спецназ? Давайте сюда. Так, пойдем. Выхожу. Здесь, мне кажется, надо уже, да, подходить чуть-чуть поактивнее. Поехали. Снайперов я оставлю, конечно же. Остальными поближе. Да там, кажется, осталось только два где-то Фингмана приблизительно. То есть был пак, пак, пак. Два пака было, да. А эти, как бы, вне паков, кажется, они, типа, в Соленово здесь бегают на этой миссии. Смотрим. Да, вот он здесь. Блин, 57, да? 57 это много. Сюда я его даже не увижу, скорее всего. Ладно, давай подкоцаем его немножко. А, Вандорн, большая шишка. Подставляется, да? Так не подставляется. Кидаю Гуренку в одном. Чтобы просто снизить его... Что? Правильно, боеспособность. Здесь уходим. Здесь подходим. Здесь подходим. Ну, он, типа, должен идти сейчас на меня. Я должен его, типа, убивать. Вот он выбегает и... Ой, как много овервочей. Ооо. Очень убедительно. О, там глушат, глушат. Вандорна. Так, а есть ли вообще на этой карте кто-то еще? Мне казалось, что там один Фингман. Только. Сейчас мы узнаем. Да, никого больше нет. Хорошо. Остались скриптовые. Я бы оставил парочку вот здесь вот на... На подсветку на возможный раш. Это раз. Точно нужно возвращать кого-то к снайпам на случай... Если рядом с ними кто-то свалится. Пулича лучше сюда. Он очень не маневренный. А тебя назад. Так, сгиб. Спускайтесь. Тут на всех работы хватит. Да-да-да. Так. Типа, ты сюда. Ты на месте. Ты к Вандорну, но... Я пошел. Овер. Овер. Прицеливание. Овер. 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 Прицеливание. Овер. Вы мне поможете или нет? Так, уходим. Уводим Вандорна. Не сразу уводим. Сначала спасаем. Помним, что если Вандорна увидят, по нему попадут стопроцентные вероятности. Пора доставить объект на рейнджер. Никто не триггерится, потому что Вандорн остался на месте. Значит, что... Так, а вот сейчас точно пойдут. Штурм один. Ой, неудачно падает. Готовность номер один. Два овера, 50-25. Такое. Оба мажут. Блин. А второй не падает? Второй не падает. Хорошо. Ну, я здесь прицеливался снайпами, пытаюсь попасть в 65. Конечно. Леммингов лангует. Снайп 80. Да надо стрелять, как бы, в любом случае. Ай, хорош! Хагош! Извините. Я хотел прицелиться снайпером, прежде чем двигаться дальше. Ну, конечно. Бесконечно бы сидел там. Знаем мы Вандорн и там. Ладно, погнали. Штурм один. К вам движется противник. Готовьтесь. Это не фланг. Ну, фланг для моего снайпа, но, к сожалению, я не флангую. Блин, здесь убьем скорее всего. Еще третий, кажется, падает. Нет, не падает справа. И не падает. Так, ну это проблема. Опять проблема. Снайп один не видит. Грянка я не докину, скорее всего, до него. Ну, я бы Леммингом попробовал его сначала покоцать. Пофиг, что фланг. Мне в любом случае надо его убивать в один ход. И вот для таких целей разведосы и нужен. То есть вот именно развед, который снимает... 65. Ну, давай, ладно. Понятненько. Ну, вот и что мне сейчас делать? Кидать дым и рашить, видимо, пехотинцам. То есть кидать дымчанский куда-то сюда. И пробегать на рывке. Минимизируя шансы на... 36! Да ладно, как? Ой, повезло. Да капец. Ну, взрывать его пробую, естественно. 36! 36! Он раненый и в тумане. Может, я в туман еще не успел забежать. Все. Вроде не должно быть больше никого. БДС. Да. Да уж. Еще не хочет рисковать. Я просто не уверен на 100% что это последний. Готовность номер один. Побежал, конечно. Да, похоже, что все. Есть. Но... Был риск. Был риск, был риск. Ну, все нормально. Ранение. Откуда ранение? А-а-а. Он все-таки в фатиге был, да? Или мне лемминга кто-то ранил? А кто мне там ранил? Лемминга никто не мог ранить. Ладно, посмотрим. Есть. Дали денег. Дали денег. Почти на пар хватает. Я смогу после земляных, не отменяя два спутника, врубить. Пар. Пар. Прицелы, правда, тоже нужны. На, 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 сплав. На, на, сплав. Взбагриваем. Так, вот он, Ван Дорн. Маневренность у него невыдающаяся. Плюс одинокий волк. Делать его... Из него сразу штурмаша на экзальт. Рановато на экзальт. Но мне тогда леммингов нужно набрать. Потому что если... Ну, не маневренный штурмаш, это, это беда. Я не проверил, что мне там 14, 14 последние уходили. Кого мне из него сделать? Он одинокий волк, значит, пехотинец, правильно? Мы уже смотрели. У пехотинцев же нет ветки. У уроки-то нет ветки, кажется, одинокого волка, правильно? Нету. А, у снайпера есть, соответственно. Смысл в чем? У него этот перк, одинокий волк, он в любом случае есть. И если он есть в ветке, то просто как бы будет минус перк. Он сразу откроется и все. То есть мне нужно выбрать класс, у которого нет перка, одинокий волк. У снайпера есть, у разведчика есть. У рокета нет, но он как бы совсем не одинокий. У пулеча нет, соответственно, тоже. Но он тоже не одинокий, они стоят в куче все. То есть, по сути... По сути, как бы все. Ой! Господи. Простите меня за этот звук. Только у пехотинецу зайдет. Давайте седьмого пеха делать. А что же еще? А-а-а-а! У него непоколебимость. Волку джанга. Ай, Господи. Какие косяки, а? Да вебмани, потому что есть еще товарищи-стримеры, которым надо выплачивать на вебмани. А у нас на Goodgame, видите, очень все толерантно. Мы разрешаем и рестримить на другие платформы. Мы выдаем массу разных способов вывода. Это тебе и PayPal, и банковский счет, и номер карты, и вебмани, и Яндекс.Деньги. Понимаете? Лемминги заканчиваются. Мне нужно минимум два медика и три инженера. Мне нужно лемминга собирать. Ну и сейчас мы с вами должны попродавать на 50 баксов. Для того, чтобы сделать... Вообще очень хорошо, что пар здесь зареслался. Я мечтал. Я не помню, когда у меня такое вообще было. Что вот не под спутниковыми модулями пар, не под лабораториями, не под мастерскими. Идеально. Тепловой генератор. 25 энергий дает. Делается 21 день. Но очень нужно, потому что у меня энергия вплотную. Но я делаю спутниковые модули, два спутника при этом. Деньги в ноль, но типа успеваем. Прицел доделывается. Может быть все-таки заказать еще один прицел? Давай. Со скидкой. Одного мало. Снайпер-пехотинец должен как минимум брать этот прицел. Первый прицел обычный, марксинский через три дня. Датчик движения второй. Я сейчас взять двух леммингов. Денег нет. Денег нет. Так, материалы пришельцев. Тоже нет денег на броню. Но после сообщения совета, может быть, нам удастся пару фаланг заказать. Да, материалы пришельцев. Пушка феник, защита из плавов. А, нет, это еще не оно. Блин, улучшенные технологии брони надо делать. Либо лазерные технологии, либо улучшенные технологии брони. Может разведчика вскрыть по фасту. Восемь дней, чтобы было проще сбивать. Давай инвестиционной грейс сначала. А, я не знала, ты знала. Ну, заметили, сбили все ровненько. Нам дали денег немножечко. И вот сейчас я бы... Свет такими комплиментами не разбрасывается. До связи, командир. Уже сейчас я готов утверждать. Если бы пришельцы собирались захватить землю, мы не смогли бы их остановить. Полагаю, им нужно другое. А кому третий прицел? У прицелов минимум у тебя уже есть. Я думаю, может мне сейчас придется корабли уже покупать. Четыре на втором месяце. Это уже мало. Файтеры пойдут. Мне нужен уже пятый корабль. Но в идеале дотянуть по кораблям до запуска спутников. Почему? Потому что у меня тогда будет бонус от Северной Америки. То есть сейчас держаться на четырех кораблях. Да, на четырех кораблях держаться. Строить нечего, да? Строить нечего, пока тепловой генератор не будет готов. То есть здесь ты ставишь крест. То есть производи предмет. Прицел еще один делай. Я думаю, может кому-то защита из сплава взойдет. Ну, хотя у меня слотов под нее, как правило, не хватает. Ладно. Хватит ли мне леммингов? Раз, не качанный. Два, три. Четыре. Раз, два, три, четыре. В принципе, уже неплохо. Вплотную хватает. Притык, но хватает. А, только я... Ну да, сейчас придут. Возможно, придет кто-нибудь маневренный как раз на роль штурмаша. Нормально. Пока не заказываем. У новобранца девять дней. Сейчас большая проблема с ножками, может быть. Все, три корабля. Один вернется через три дня всего лишь. Похищение. Ну что, коридор. Погнали. FX Open все равно на кач. Разведчик на кач. Медик на кач. Пехотенец. Да. Снайпер второй. Да. Медиков на прокачку. Еще одного. Еще одного медика. Какая там высокая? Высокая. Два снайпа и марксманы должны, конечно, помочь здесь. Не забываем, что у нас есть один прицел. Это раз. Разведчик берет марксманский прицел и... Скан. Медик, правильно. Пехотенец. Давай датчик движения. Керамикум. Непоколебимость. Два медика, чтобы миссии засчитывались. Но пулечи я бы тоже взял. Причем тэпного пулечем. Обязательным. Спасибо, Смонтарта. Правда, мне личку написал. Там есть простой способ отправить сообщение. Более простой. На стрелочку в чатике нажать. Потому что личка, она такая. Она для другого. Но не надо дублировать сообщение. Я его уже принял. Спасибо большое. Готовимся к высоте. Ну что, пора лететь в Россию. Это фонтан. Иркутск. В большом городе хаос и паника. Там пришельцы в открытую ходят по улицам. Нужно с этим разобраться. Я думаю, в Иркутске всем пофиг было бы просто. Там каждую пятницу по вечерам пришельцы ходят. О, респ очень хороший. Два полных укрытия. Ждем приказать. Не уничтожим их. Жаем их. Штурм-1 может приступать к операции. Двигаюсь на позицию. Впереди пак. Сразу. Два пака. Блин. У меня три медика. С вами виноваты. Одинокий волк, но без толком назад. Сейчас же месяц новый, друзья. Сейчас уже полезут более серьезные люди. То есть... Тингманы. Так, слышите, кто это? Летуны. Это снова ты. Три пака. И они уже идут. Капец. И я уже жалею, что Рокки-то не взял. Я пошла. Просто. Сейчас я уверен, что хотя бы один из этих трех паков выскочит. У меня ни гранат, ни ракет. Выскакивает первые три сектойда. 54 беглый огонь. Давай, улич. Но я бы сейчас закинул скан, друзья. Чтобы попытаться не терять время. Ага, отлично скан. Не закидываю я скан по понятным причинам. Я знаю. Я знаю. Плохая позиция у меня. 54 стреляет. Пулич. Есть. Вот я за это овервотч на таких пулеметчиков люблю. У них 9... 7 урона просто. Вылетает 2 летуна. Блин, справа еще. Пак, второй. Три летуна, похоже. Да, три летуна. Я одного не видел. 68, 68. 68, 68. Давай контакт. Понятненько. Началось. Есть. 93. Хорошо, давай. Xopen. Давай. Ранение уже снижает боеспособность врага. Это уже прекрасно. 41. Ну, дважды 41. Надо пытаться. Раз. Хорош. Закидываю дым на этих. Ну, второй летун не должен до наших долететь. Я подсапрешу этого летуна. Он нормально стоит. Но слева еще один пак, как вы помните. Сектоид подходит, гад. Слияние делай. Очень провокационный сектоид. Пси паника на пулич. Снимает таким образом с апрессом, блин. Это действует полноценно. Плохо. Фланг? Нет. Ценой шмар поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщил. Михаил, майкер, попер. Тебе давно кошмары не снились? Тремора в руках не было. И все равно спасаешься. Есть, попали. Спасибо большое, кошмар. Да, есть мотивация. Есть желание. Меня вот смущает то, что меня плетун флангует. Мимо. Вот это меня больше беспокоит. Давай, попадай по нему. Есть, молодец. Перезарядка вынужденная. Паника улит, оно. Дым еще работает. Да ладно. Моя готовность. Нет, нет, гренок. Окей. Все еще паникует. 41, 41. Но они не приспособленцы. Полуукрытие у них. Я надеюсь, что мы тут как-то пораним их. Отлично. Силами снайперов главным образом. Я его не снял. Надо подранить. Есть. Отлично. Два сектора на ладан дышит. И... А, у Фикса еще стрельба по воздушной. Вот почему он такой... Такой молодец, типа. И готовность. Да ладно. Стреляет ответный. Ой, уже видят меня. Хорошо, что Керриган успел. А то сейчас была бы стрельба по флангу. Слева пак. Я помню про него. Кулич приходит в себя. Мы пытаемся добить этого... Сектора дико. Отлично. А теперь надо перезарядиться. Вспомнить про то, что у нас есть еще с вами скан. Перезарядиться. Подготовиться к... Возврату летуна и к следующему паку. Да-да-да. Включу датчик движения на всякий случай. Вижу следующий пак, но вижу, что я его не спулю, скорее всего. Мелькнул летун. Поставлю сюда развидосом. Прицеливаемся раз. Овер-овер. Овер. Летит. Низкие вероятности, но три раза по 30. Теоретически должно... Зараза! Цель не поражена. Но нет. Топают. И топают как-то очень подозрительно. А, там Фимманы. Вот почему подозрительно. Теперь понятно. Значит, в другой раз. Отчаянно пытаемся попасть. Снял его. Попадаем. Ясно. Буду на чеху. Ясно. Буду на чеху. Ясно. Начинаем. Я видел два пака, да? Вообще на таких миссиях четыре пака. Учитывая высокую сложность, я думаю, что... Да, или Тонэйф, именно. Два пака еще. Я убил только половину. Рок-н-ролл. Рок-н-ролл. Держусь, Эктор. Я готов. Явайзон. Он с второго месяца уже начинается. То есть ты как бы просто не... Ну, можно, конечно, взять восемь леймингов и пойти в атаку, но... Есть такая неплохая вероятность, что ты уже не справишься. Надо уже стараться брать ракетчика с собой. Вот для того, чтобы... Убивать летающих лучше. Да, летуны там дальше. Да, три летуна. Вылетают, но вроде как я уже успел перезарядиться. Даже умудряемся попасть по одному из летунов на Овере. Мне кажется, один летун флангуется, хотя я не уверен. Не, у него там кавер есть. И рядышком там совсем бегают... Бегают стингманы. Блин, какие смайлы наркоманские. Вот эти с языком особенно. Вообще, что это? Это как? Подожди. Это... Я не знаю, откуда даже к нам прилетел им. Зараза! X-Open должен ранить единственного здорового человека. А, это Верлогиновский смайл. 93 промазал! Ай-яй-яй-яй. 41. Второй раз 41. Ну, здесь надо сопрессить здорового и, возможно, кидать дым. И огнем. Но это не точно. Начинаем наблюдение! Я не знаю, как он закроет, не закроет. Засчитается этот пулич как в... За дымом или нет. Боеготовность. 1%. Ну, вот. Тот самый приоритет по цели, который подавляет огнем. Вандорн 17%. Неплохо. А, там четвертый есть. Там четвертый летун есть. А в том паке сектоит еще. Есть ранение 48. Ну, слабенько стреляем. Слабенько-слабенько, друзья. По воздушным целям тебе нужен либо рокет, либо слаба по воздушным. У меня есть подозрение, что придется даже прокачать. Пехотинцев придется прокачать. На... Ё-моё, минус опять. На слабу по воздушным. Бэнг за. Блин, 11%. А, там дым не работал, 100%. Опять вандорн 17. Попадает 17. Еще сейчас один будет вылетать. О, еще больше сейчас будет. Нет! И новый пак. Охренеть. Кажется, конечная. Я даже с этим справиться не могу. Ну, попадаем, ребята! Ё-моё. Мы не попадаем. Есть. Попали, хорошо. Мы в безопасном исходе. Давай один с ханкером хрен попадешь. Надо этого ушатывать. Надо пытаться выдвигать медиков. Да как так-то? Ну, FX, ну а сколько можно мазать-то? Твою же ж медь! Медика срочно сюда. Я уже там. Медика срочно сюда. Двигаюсь в указанную точку. Супрессиону. Огонь на подавлении. Выприпасы заканчиваются. Здесь надо кидать дым. Ну, по-любому. На пули еще вот на этого, на медика, на себя. Господи, там еще Тингманов миллион. Вот что я без рокета пошел на эту мисс. Там что-то у меня рокета нет. Следование разума. Там два сектоида, два Тингмана. Единственная хорошая новость, это вся карта. Ну, то есть... О, нет! Есть, попал! Молодец, 18! Только не надо подставляться, чтобы он тебя не видел. Ты же за фулл кавером есть. Не стреляйте по Вандорну. Фланг, что ли? Сектоид под бафом. Есть, живем! Лечим Вандорном. Правая скотина тут мешает мне очень. Так что, 48, 48, 48. Опаснее, конечно, здорового этот гад, Тингман. Хотя бы ранить! Ну, блин! Ребят, вы чего? Ну, хватит мазать-то. 58, 73, 58, 58, 58. Сапресса уже нет. Надо перезаряжаться. Типа, да? Оставлять Вандорны сюда, пытаться пострелять. Хотя бы так. Есть! Молодец! 50 попал. Хорош. 48, 48, 48, 48. Не ранены. Но пушка вот этого надо пытаться. Виктор. Рань, 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 рань! Значит, в другой раз. Тут медиков ланговать будут. Если он не уйдет отсюда. 37, 37, 37. Капец. 58. Ты раненый. Ну, Симана надо как-то пытаться. Все равно он очень опасный. Фикс пытается попасть на него и патроны. Есть! Хорош! Красава! Оооо, перезарядка. Можно начинать. А здесь чего? Есть фланг, да? У тебя? Может быть, фланг? Вообще, изи может фланг быть. Хотя там, если он побежит, он в кислоте будет. И фланга как такового не будет. Может, мы постреляем немножечко. Вот поэтому хотя бы чуть-чуть. 35. Я понимаю, я понимаю. Не понимаю. Как так? Да, ранить, ранить, ранить. Керриган стреляет. Ну, блин. Не получается. Ну, время молиться. Два сектоида. Сингман, два летуна. Сектоида бафают. Надеюсь, что он там... Летит, гад. Какая готовность? Летит, не фланг. Вандорн 20%? Есть, держимся! И вот он. Полна... Яд, 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 яд. Кислота. Вылечим, вылечим. Нормально. Это полетела кислота. Курлык! Нет! Это был фланг! Чуть снайпа меня не убили. Ах ты, тварь. Паскуда, мразь. 48. А дыма-то больше нет. Увервотч у этого, да? Блин. Давай, фэкс. Единственный, кто более-менее может от фланга спасти. Есть! Минус летуны. Припасов нет! Так. А... Вариант подсопресить сектоида слева. Но он неплохой, мне кажется. Тут, конечно, беда. Мне все равно не нравится. Ай, я не могу пройти. Я могу подсопресить летуна, рашануть снайпами направо на там полуукрытие. Я понимаю, что кислота, я делаю это, чтобы штраф убрать с... ...спехом. Снимать или не снимать овервотч? Ну и куда ты побежишь потом? Некуда бежать. Видолец поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает, чтоб я так катил, как ты играешь. Уважай. Спасибо, Видолец. Я думаю, это все. Негативно. Впоследствия холодная. Я думаю, что все. Видолец просто нам начал помогать. Он будет у нас пхпшником. Стараться разгрузить локи. Блин, вот здесь бы я подсопресил, конечно, того дальнего. Но я не могу игнорировать просто вот этого сектоида, понимаете? Поэтому я должен его сопресить. Должен уходить сюда снайпом, чтобы общий вид появился. Ну и пытаться на халяву медикам вот этого... ...фингмана ранить. И вторым медиком также. Я пошел на миссию, опять же, недооценив ее сложность. Ну, я думал, коридор, как обычно. Ну, как обычно, коридор вот такой вот. Забыл про сектоида вдали. Он же бафает. Подавление. Хорошо. Подавление урона не наносит. Поэтому нормальность. Сектоид побежал. Что? Нет! Сейчас снайпа будет убивать. Нет. Псифаника. Да! Псифаника всего лишь! Гузман. Ну, он молодой снайпер. Это не... Ой-ой-ой. Сопротивляемость паники. Так, видим, что у нас там овер. Нам нужно, видимо, сейчас уже... ...как-то снимать овервотч. Да я могу этого из пистолета убить, но я подставляюсь под сектоиды которого... ...который там сзади. ...экс-опен без патронов. Да, нужно снимать в любом случае оверы. Как хз? Наверное, вот так надо пробежать. Ну так, я сектоида флангану. Молниеносные рефлексы. 3%. Промах, слава тебе, господи. Дальше мы флангуем сектоида. 70% что попадем. Есть. Повышение разведчик получает. Дальше мы можем действовать свободнее в плане... Ну, снайперы у нас в большей безопасности находятся сейчас. Есть. Попали. Медик попал. Тут 4-го, правда, раза 37. И нанес прекрасный урон. Здесь мы с апрейсом... Выкрутились. 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 Выкрутились, выкрутились. Еще, конечно, могут удивить. Там сектоид какой-нибудь. Сейчас, подождите. Тут 3 сплющит. Она сейчас свалится. Жалко вытащить. Она потянулась и так медленно, медленно. Плюхнулась просто. Так, но здесь 1%, потому что пулич работает. Сектоид подходит. Есть овервотч от Вандорна. 50% мажет. Но сектоид не должен доходить до снайпов. Он на полходика так. Блин. Ну, чего, молодцы, ребят. Можно сказать, разрулены, если бы здесь еще был кавер. А, вот здесь уже есть кавер. Я флангу... Попробую флангануть. И еще летуна. 78. Да уж. И этот меня немножко беспокоит. Сектоид. Уже не беспокоит. Все, нормально. Этот полетит. По идее, мне нужно его встречать на оверах. Ясно? Ясно. Буду на чеку. Все готово. То есть мы его подавляем. Он флангуется, мы его подавляем и... Мы его оберем. Он сейчас дернется. И мы сейчас постреляем 80. И этого хватило. Еще там 2-3 выстрела было по 40-50. Отличный корабль. Отличный корабль. Да! Не, я думал, что я там останусь, когда спулил четвертый пак вне позиции. Вот в таких моментах помогают инженеры, ракетчики, которых я не взял с собой. Школа офицеров. Но я не буду ее строить. Снайпер получает новый уровень. И хороший вопрос, как качать. Низкий силуэт я не люблю. Давай, все снайперы будут у нас стрелять по воздушным целям хорошо. Разведчик. Учитывая то, что он у нас зонер. Волк одиночкой. И что зонеры часто отстреливают воздушные цели, мы тоже качаем меткий глаз. 4 меткости. Хорошо. Медик. Минус ватик все-таки. Да. FX Open. Выборочное прицеливание, естественно. Плюс 6, точность 82. Что ты делаешь? Хорошо. Он уже метит в 100+. Так, пуличи. Не вспышка, не приспособленец, метка. Меткость плюс 1. Плохо. Так, нам дали немножко сплавов. Немножко того, немножко всего. Деньги появились и куда. Но в идеале мне нужно дотянуться, копить деньги, пока у меня спутники не будут запущены. Две недели. Не заказывать корабли. Маловероятно, конечно. Я разведчика, конечно, вскрою, но... Так себе. Новобранцы. Ну, я хочу закрыть также североамериканский регион. На этот раз мы не улетаем из Европы, а делаем бонус мастерская лаборатория. И мастерская... Прицела 2 еще будет. Новобранцы 7 дней. Наверное, еще надо одного новобранца нанять. Чувствую, что надо. Второй прицел доделывается. Ну, больше всего меня беспокоит, как раз, как я совладаю в ближайшие, там, две недели с активностью пришельцев по... ...по и наложкам. Разведчиков, вскроем, будет на 10% средний, высоко. Вот его я уже не должен сбивать. Потому что это первая наложка, которая в этом месяце появилась. И я сейчас могу убиться просто всеми об нее. Вероятность того, что я ее собью... ...тремя довольно высокая, но я останусь вообще без всего. А я попробую с иглами одного отправить. Ну, если сейчас, например, мне очень сильно повезет и попаду раз, два, три и смогу отменить преследование... ...то... ...ну, здесь шансы равные у нас. Есть первое попадание? Молодец. Не хотелось бы просто пропускать это ресурсы, это опыт, это ценные вещи. Есть два. Молодец. Зачем ее сбивать? Что будешь, если сбить? Не сбить? Ресурсы исследований у них будут. И я лишусь опыта и ресурсов. Есть, три попадания. Уже хорошо, я уже почти готов ее... ...с ней в размен идти уже, как пойдет. Но пытаюсь еще... ...использовать тот момент, пока она... ...что она по мне не попала. Попала. Хорошо, половинка. Еще попала, молодец. И я сбил одним! Уничтожил, правда. Но мы получили за это деньги. 150 голды получили. И совсем немного... ...10 дней. Может на это сейчас забить и заказать перехватчик, раз уж пошла такая пьянка. Да, 50 баксов ты не сэкономишь, но зато ты... Да, давай. Правильное было действие. Молодец. Перечень запросов, но пока рано. Спутниковый модуль. Низко большой. Но это похищение. Сел! Так. Ну, это ресурсы и мега сложная миссия. На старте. Ну, не совсем на старте, но на старте. Жалко мне, пехотинец до Overwatch'а не дотянул немножечко. Он бы мне пригодился здесь. Но я вытащу... А, это не Overwatch, это вообще другие. Я сейчас буду фатижных тащить. Опытных бойцов. Ну, это очень важная миссия. Оооо... Ну, я уже чувствую, чувствую проблемы. Больше снайперов надо брать. Вытаскиваем в первую очередь FX-опены. Ну, а как иначе? Вытаскиваем, скорее всего, развидосом. Или танчиком. Вытаскиваю второго снайпа, хорошего, с прицеливанием. Блин. Да всегда ссыкотно на таких миссиях. Потому что ты... Ну, там же сразу плюс тир, там крысы будут. Ооо... Опасно. Два прицела у меня есть уже. Ашин поддержал ваш канал. Но! И сообщает. Передайте, пожалуйста. Мне в компечный. У пули чем метка, не забываем. И тяжелый пулемет. Снайпер с двумя прицелами. Этот снайпер пусть будет с аптекой. Я бы взял инжа, потому что другого способа быстро убить тех же самых крыс у меня не будет. Возможно, четвертого снайпера. Брать разведа или не брать разведа. С одной стороны, марксманский прицел есть. Но он довольно кривой. То есть он не точный. Если брать разведчика, то тащить его из фатига вот этого товарища. Надо тащить. Ну, 82 точность. Он будет как бы вместо четвертого снайпа. А пехота? А зачем пехотам? Я тут танчик возьму. И может быть рокеты. Нет. Аптекам и... Пехота у меня овервочная. Она контактная. Здесь, если к тебе прорвутся, то значит, что-то уже все... Что-то плохо ты делаешь. Хотя пехотинцы точные. Они подкупают этим. А рокеты неопытные. Они косые, как не знаю кто. Ладно, возьму пехотинцы одного. А, медик же еще нужен. Ё-моё. Медик нужен. Ну, я единственное, сомневаюсь по поводу разведоса. Но его точность подкупает. Да, надо брать. Он полезный просто. Фух, еле добежал. Да. А то уехали бы сейчас без меня. Меня до Геленджуя. Там пятерочка для димутатов. Давайте здесь возьму осколочную. Еще одну. И пулечу возьму осколочную, чтобы... Меньше вероятно, чтобы крысы съели. Ладно, погнали. Сейчас посмотрим по конструкции, что за НЛО. Транспортник или абдакт. Хотел обратить внимание на неверное толкование скиллом медика-полевой хирург. Это все время с этого на выбор между мигаренками. Когда была рулетка скиллом, то я слышал, что он начинает войти к неправильным переводом. В английском фантипе упоминается в контексте, что изженеры ранения на сниженеры взятых фантижных бойцов. Он еще конвертирует, кажется, слабые ранения в нулевые ранения. То есть еще минус недельку с ранениями. Я главным образом... О, респ неплохой. Вас понял, рейнджер. Штурм-1, разрешаю высадку. Подходите к объекту осторожно. Ну что, вот эта вот длина знакомая. Тут, конечно, могут слева выбегать барсуки, помните, да? Это у нас что? Это у нас какой тип корабля? Кто... Кто... Не уменьшает фатик. Я понял. Здесь командирский пак сразу под боком у меня. Четыре человека. Двадцать человек здесь. Двадцать человек. Двигаюсь на позицию. Неправильный перевод. То есть можно... Ну, я не хочу медиков под сапресс. А там, кажется, только непоколебимость у них есть. Двигаюсь на позицию. Блин, пулечи сюда, пожалуй, да? Тебя сюда пока что. Блин. Вроде снайфы должны как бы здесь стоять, но я не хочу их... Ну, по длине они как бы должны здесь стоять. Но... Выхожу. Так, так, к ним в бачуну могут зайти. Начинаю наблюдение. Буду настороже. В укрытии. Я увидел четырех людей в центре этой комнаты датчиком движения. Крысы. Крысы, летуны. Я все слышу. То есть влево мы не идем. Мы проходим аккуратненько. Я, пожалуй, венжа поближе поставлю. Даже пулечи бы поближе поставить. Она не нравится мне эта позиция. Пулечи можно сюда подставить. Поставить. Здесь он просто влево стрелять не будет. Он будет стрелять только вправо, а бочина у него будет открыта. Но слева вроде я врагов не видел. Совсем. Поэтому... Поэтому, поэтому... Практикой проверено, что вот снайпы вот именно на этой позиции работают по большему количеству целей. Да, ну это ж... А, нет, выходит. Крысы, крысы, крысы уже бегут. Танк попадает сразу по первым крысам. Да! Да! Четыре крыски, тем не менее, выдвигаются на меня. Ответный огонь 35. Мажем. И что, инженер у нас рядышком. Главное, чтобы не... Дверь открывается слева. Блин, не может быть маршрут. А, нет, не может быть. Будем ли мы пытаться закидывать... Да пока нет резона. Ты все равно... Они все равно не успевают до тебя пока добежать. Поэтому давай-ка танчик. Ой. Вон, снайпер не видит. Пока без крита, просто раним. Раним. Хорошо. Здесь пока просто стреляю, потому что грянку тратить нет смысла. Блин, плохо. Ну а снайп никого не видит. Ясно. Танчик назад. Причем до него добегают. Еще назад. Медик поближе прицеливается. Ты на овер. Главное, чтобы мне сейчас ходик дали. Чтобы с левым летуны не прилетели. Овер 45. Но это пули еще он не умеет оверить. Тут никто умнее... Ооо, извини. Умеешь. Три хита. Раз. Два. Если он не добежал... А, там еще один. А что так много в паке? Ой. Хорошо. Далеко. В целом, я могу здесь не... Не выпендриваться, кинуть грянку. Но мне почему-то кажется, что мы можем сначала попытаться пострелять. Ставим метку. Раз. Отлично. 50-50. Да. Подальше отходим марксманам. У него штраф хороший по точности. 82. Ну, и из-за того, что марксманская винтовка, это особенность оружия. Раз. Снайпер 97. Да, справляемся без гранаты. Отлично. И... А, снайпы не видят. Ну, тогда танчиком. А, отлично. 4 крыса. А почему я подумал, что 5? Я кого-то не увидел. Смена магазина. Снайпы выцеливаются слева. Ну, я помню, открытую дверь слева. Летуны, летуны. Задела. Ясно. Буду на чеку. Я готов. Готовность номер один. Задела. Продолжим. Летуны слева. Ой, не нравится мне такая позиция. Слышали? Но лезть внутрь я точно не буду, потому что там могут быть те самые 4 аутсайдера из Гоя. Вместе с летунами. Поэтому я думаю, что это те летуны, которые просто подошли. Да, командир. Которые просто подошли. Подходите, гады. В бою готов. Я имею внимание. Так, ну это первый пак. Здесь таких должно быть штук 5-6. О, спасибо за подарок. Я, правда, не увидел. Ага, Агасе подарил 10 прямачков. Какой хороший функционал сделали. И людям приятно. И продажи растут. Блин. Что это было? Пока не поздно снайпову везти. Давай, давай, давай. Увидим. Выполняю. Ну их там шлепнут просто очень быстро. Особенно летунный. Мчусь. Сканирую. Сканирую. Я в ущерб нормальному обзору. Сейчас перегруппируюсь. Типа вот ты сюда. Пульчи надо сразу поставить. Чтобы он... Тебя поближе. Ты нормально стоишь. Вообще, очень хорошо, если вам удается забрать такую тарелку в первом месяце. В идеале в первом месяце. Что там за звук? Такое бывает, что 1 к 15, 1 к 16, что сядет транспорт в той стране, где у вас есть спутниковое покрытие. И вы такой, хопа. И там шестью-восьмью леммингами лезете на амбразуру. Крайне сложно эту миссию, конечно, пройти. Особенно без галки мы легион, потому что у вас минус 2 оперативника. Но если удается, то у противников минус рез, а у вас просто как будто бонус от региона сразу. Даже больше. Потому что бонус от региона, например, 500. А здесь вы получаете на продаже больше. Ну, на продаже иллерия, сплавов, компьютеров, источников энергии. Блин, как же мне эти бесят литоны, а? Ну, я все равно сначала в правую иду. Уже объяснил, почему. Во-первых, мы сможем поработать по длине снайпами. Когда увидим врагов здесь. А мы их увидим, потому что их еще большое количество. И второе, мы избавляем себя от ненужного риска. Спулить сразу аутсайдеров и всю карту как следствие. Ох, литоны. Блин, и вижен, конечно, у снайпов сейчас будет аховый. Попал 65, молодец. Дагаси подарил 10 премиумов. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Аннигилятор подарил десяток тоже. Ничего по себе. Да, видите. Клеточку прошел, уже сразу пошли. Надо танчик прятать как-то. Ориентировочно вот сюда, вот сразу вниз. Потом подсвечиваем. Я понимаю, что там может быть и... Они стоят на оверах. Прикольно. Готовность номер один. Слушаюсь. Я весь внимание, я весь внимание. Сейчас могут уже танчик флангануть. Блин, а как же меня бесит эти литоны, а? Вот и литон уже. Стреляет? Стреляет. Нет. Блин, бедный танчик. Не надо. Держись, пожалуйста. Нееет. Он мне как разведчик нужен. Нажим. Боюсь, танчик не уйдет уже оттуда. Я попробую на рывке, конечно, свалить. Плюс сранить ближнего, чтобы у него было меньше. Хорошо. Н1Х1ЛАТ-0Р подарил 10 премиумов. Или у Ватара там факторы и аннигиляторы, да. Ну, там задержка и озвучка. Я не знаю, это баг такой, видимо. Хорошо. Сможет ли спастись танчик? Крайне маловероятно. Но если и спасется, то где-то вот в районе этого укрытия. Хорошо. Дальше давай попробуем помочь. Развидосом подсветим. Не сразу. Пак, конечно, был опасный. Развидосом надо светить прям агрессивно. Пофиг, что там может быть овервотч. Видим. Потому что иначе танк умирает. Как вы видите, на него... За ним уже просто выдвинулась вся бригада. Они прям полны решимости. Есть, попали 74. X-Open 79, 79, 79. Ближний опаснее, конечно же. Хорош. Видят ли правый снайп? Видят, но тут 45. Ну, а что ж поделать? Как бы надо пытаться 50 на 50 практически. Ох, не убили. Танк должен уходить куда-то сюда. Это единственное, типа, место, где его не видят. То есть не рядышком, а вот именно правее брать. Триса. Триса, наверное, грумпует, что... Что... Сейчас, подождите. Попробую камеру поставить на кота. Они сваливают! Сваливают это хорошо. Ребят, смотрим на кота. Кот отличный! Оп! Найди кота! Трисочка. Триса. Просто вот это... Вот это... Вот это катагеничность. Катагеничность. Такой взгляд. Сейчас лапой получишь, слышишь? А, ну-ка! Кто там стримчик палит, а? Щегол, лапой сейчас получишь. Триса. Хорошая моя девочка. Куат Таравин поддержал ваш канал на 500 рублей и сообщает. Мишель, поделюсь радостью. Вчера отбил штурм базы. Спасибо, что показал Майков. Отбил только за счет Мородера, штурмовика и Валькирии. Было очень много крыс и берсов. А у Мородера близкие контакты с мастером ближнего. Зарешал прям. Спасибо за их счет. И обращайся. Напомнил ты, конечно, мне, что я не справился. Но я надеюсь, что все-таки ты не по хардкору играешь. И что все-таки я не так безнадежен. Так, вижу... Вижу Летуна. Пытаюсь его снять. Был там еще четвертый. Дальше проверим по списку. Было четвертый. Нет, это был последний. Хорошо. Второй пак, но танчик, как вы видите, уже... Мне кажется, надо сейчас с датчиком движения ее узнать. Хотя зачем? Надо просто двигаться уже теперь не на полный ход, а на половинку танчиков. Он же из-за красного тумана потерял, в том числе и мобильность, насколько я понимаю. Хотя нет, не пишется в статусе. Можно делать бойцами все, что угодно. Главное, чтобы снайперы были готовы стрелять точно. Еще два пака Летунов на вскидочках. О, я не то нажал. Разные кнопки там. Так, ну давай сюда. Уже будем вдоль. Смотреть. Потом, когда снайперы прокачаются, ну, у них будет один и тот же набор скиллов, типа, этот точный выстрел, то ходки будут... Ваши кошки орут в поисках котов? Нет, конечно, они стерилизованы все. Мы же не разводим, мы же нормальные люди. Стерилизованное животное, оно не страдает от большого количества болезней. От большого количества болезней. Дольше живут, как следствие. В среднем. В среднем. Ну и плюс, как бы, могут быть мелкие. Отчитывая то, что мы, повторюсь, не занимаемся разведением. Первое, что нужно делать, это прививать, если вы не собираетесь разводить и стерилизовать животное. Ну так, по-хорошему, цивилизованному. Подходите, гады! А то потом начинается топить, подбрасывать, выбрасывать. Разные бывают люди. К сожалению, культура у некоторых. В общем, Женя расскажет, если спросит. Не триггерите только и... О, фингменов слышу справа. Ага. Понял. Так. Да, они близко, прям здесь где-то. По кляточкам вижу, вроде. Вот этот угол, да? Может и нет? Но на такой дистанции, с таким углом, боюсь, что снайпы не смогут по ним поработать нормально. Давайте посмотрим, как они, где они. Не, не подо мной. Странно. Ладно, давай датчик, все равно ты живешь. Слушайте, нет. То есть слева были летуны, а здесь командирский пак, похоже. Ну я вижу. Холим сейчас. Ну да, это же типа НЛО такой, видимо, да? Значит, слева летуны. То есть слева был пак из четырех летунов. Снайп не верит. Снайп видит. Хорошо, хотя бы... Здесь я вниз ухожу. Да, то есть под боком у меня пачка летунов. Ясно. Буду на чеку. Сделаем. Немного рискуем. Держу всех. Ну, есть у меня подозрение, что если вдруг ну, не выскочили летуны за эти там 15-20 ходов, то и не выскочит. Да, видишь? Ну, я бы танчик пытался спасти. То есть на рывке назад. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Спасу. Уже не спасу, если только чудом не убью его за полным укрытием, подсветив, скажем, разведчикам, но не подсвечу его разведчикам. Слишком далеко. Жалко. Танк, скорее всего, сейчас... Все. И вот он в открытке один бахает. Пожалуйста, пощади танчик. Пощади. Не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо. Выбежал, стреляет. Шта-3 нет. И эстафета. Переходит разведчик. Ханкер. Так, то есть здесь у нас получается 30-40 человек, да? И 6 аутов, может быть. Ё-моё. Что там за звук? Скан рано. Скан потом ты. На уцайдеров у тебя не будет скана, и все. И сдохнешь ты. Кажется, мы здесь не одни. Мы стали забывать, что советы не нужны, друзья. Непрошенные советы не нужны. Блин, я не могу сейчас без риска пройти к ним. Капец. Я с места не сдвинусь. Я весь внимание. Я весь внимание. Буду досторожать. Кажется, мы здесь не одни. Там кто-то есть. Да не могу я спокойно разведосом пробегать. Просто не могу. Это мега рискованно. Я на месте. Ну, ты словишь 2-3 овервотча, и все. И разведчик у тебя падает. И дальше ты думаешь, о чем мне на этой миссии дальше делать без разведки, без пула. Кажется, мы здесь не одни. То есть, снайперам нужен человек, который... Координаты получены. Блин, не вижу. Окапываюсь. Очень опасный. Готовность номер один. Буду досторожать. И вот трава ночь и смогут. Легко в ханкере. Слышали? Выходит. Да, он здесь уже. Подавление. Понеслась. Остальные будут подходить. Второй там же. Трава нули. Блин. О, нет. Трис, ну что ты делаешь-то? Ну... Ай, блин. Хвост. Легла. Первое, что надо убирать, это сапресс, естественно. Шанс хороший, но там же их четверо было, да, насколько я помню? Или мы от одного, одного же вначале убили, кажется, да? Да. Их там двое. Окей. То есть, в целом... Ну чего тут риск? Че ты? Че ты хочешь? Че ты? Давайте я кота поглажу. Кота поглажу. Моя хорошая. Она, скорее всего, просит дверь открыть, не знает, как попросить. Типа, ссать хочу, ты полдня играешь. Я не жрала, не ссала. Но зато мы урчим. Урчим, прям стараемся. С полоборота заводимся. Так, запомнить, что там один фингман. Выпустить кота, помыть руки, вернуться. Скоро буду. Молодец, молодец. Молодец. Она играла. Так, ну что? Есть ли у нас какая-то опция взять, подсветить того упыря? Но я не думаю, что оно того стоит. Что, во-первых, его поблизости нет. То есть, он меня не фланганет. Во-вторых, я под ядом. То есть, это гарантированно. Поэтому смотрим, как он будет действовать. Гаганл говорит. Привет, Михаил, извиняюсь, за что отвлекаешь. Сейчас я не мог бы найти. Может ли модр канал сделать анонс будущей трансляции для стримера? Кажется, нет. Кажется, нет такой опции. Подавление. Ну, значит, я сейчас его увижу. Да, есть контакт. Помощник, кажется, может менять название трансляции. Ну, то, которое заголовок и игра. А вот анонс пилить нет. И сняли сразу с него сапресс. Прекрасно. Правда, без выцеливания. Полное укрытие. Как следствие, снайпы попадают в 50% случаев. Но FX хорош. Надо чаще нахваливать FX. Он герой этого челленджа. Но это будет сделать несложно, учитывая... Учитывая то, что... Снайперы всегда результативные. То есть они всегда молодцы. И вопрос только в том, что ты топовый снайпер или не топовый снайпер. Сколько у тебя экспы, какая у тебя меткость? У него меткость 82 на третьем звании. Что уже очень хорошо. Ну что, будем этих летунов пытаться выпуливать на себя. Раз уж мы знаем, что там... ...ваш канал на 150 рублей... 150. ...в 2077 год. Земля, прах и разруха. В небольшом, но очень технологичном бункере Михаил вдумчиво смотрел на мониторы. Там не крали сигналы. Где медствия, где мольбы оставшихся в живых. Так, подожди. Что-то у тебя какая-то картина не эта самая. Не опыти поддержала... ...невеселая. ...на 150 рублей сообщает. Морщины на его лице были непреклонны. Какие морщины? ...выжидал, когда враг покажет свое истинное лицо, чтобы нанести сокрушительный удар прямо в сердце врагу. О, что-то... ...но до сих пор не было точка, 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 лишь трис. А, точка, точка. ...нарушила тишину наблюдения. Поехали. Так, ну я уже начинаю занимать позицию так, как будто буду с этими слитунами справа сражаться. Ясно? Буду начеку. Ну, я видел, что командирский пак из шести человек справа. То есть мне нужно убрать вот этих вот... ...насих вот кричащих... ...чтобы, по крайней мере, узнать, где находятся... ...следующие более... ...направляйся на точку. 16 в базе. А ввиду потери танка, к сожалению, я вынужден отправлять именно разведаться. Что-то есть. Как мне это подсвечивать все? Уже выдвигаюсь. Ну и подходите, гад. ...опасно. Несколько клеточек в запасе еще есть. Но я их не вижу. А, я же могу через эту дверь выбежать. Кстати, это хороший момент. Ну, хороший в плане, что я буду в безопасности в рамках одного хода. Плохое, что они полезут именно вот не в обход. Там кто-то есть. Ну, похоже, это мой вариант. Потому что назад я не вернусь уже нормально. Сюда я не вернусь. Так, ну давай сразу сюда, получается. Класс. И, возможно, стоит их ждать в ханкере. По крайней мере, снайперами. Ну, у них позиция сверху будет. Полное укрытие они... ...с положительной вероятностью испепеляют. Ну, понесла. А вот и они. И как я от этого убегу? Никак я от этого не убегу. Капец. Ну все, ханкеры надеются, что они не взорвут источник энергии. Но потенциально это минус развед. Блин, сейчас очень опасно. Главное, чтобы оверов не было. И сапрессов. Четыре овера. Ну все. Мне на рывке пытаться уходить, но, скорее всего, это минус развед. 30-40 гг. Еще один стреляет. Есть один хит, не надо. Да! Он жив! Блин, он жив! His life! His life! Блин, мать моя женщина! His life! Так, давай, прицеливаемся. Ханкер. Овер прицеливаемся, прицеливаемся. Ханкер. Жесть! О, пошла жара. Господи, там просто... На-на! Еще, пожалуйста. На-на! Метку поставил, помеченную. На-на! Наконец-то матику! Может и нет. Так, ну разведчик побежал лечиться. Ей! Просто пофиг, что он ранен, на самом деле. Там фатиги, это все равно второй месяц. Главное, что он жив. Потому что без разведоса я бы... С аутами не справился. Еще не факт, что справлюсь. Там их шесть человек. Или это он и очень плохо через дверь вылетает? Да ладно. Вижу одного. Он сразу фланг. Сразу мы его бахаем. Хорош. Еще одно лечение. Чтобы снять. Не дергайся, смотри. Снять контузию и вернуть мобильность. Человек. Сейчас может выскочить и четвертый, на самом деле. Но похоже, что нет. Так, давай-ка. Разведос возвращается. Но мне повезло, конечно. Вот летуны этим и опасны, что они триггерятся и сразу овер. Сразу овер. Могут, конечно, не сделать. Все готово. Держу всех. Но сделали. Что это было? Ага. Приказ ясен. Спасные ходы у меня тут. Мне бы дождаться этого летуна, когда он отпаникует и вернется. Так что я бы просто подождал. О, он влетает. 20, 30, 50. Промах. Хранение. О. Хорош. Разведчик, разведчик. Разведчик отомстил. Так, у нас 16 человек убито, да? И теперь, скорее всего, мы сможем снайпера вывести на более приятную линию. Влево, да? Желательно послушать для начала, где там находится следующая пачка врагов. То есть направление, дистанция, тип летуны. Но что-то непонятно совсем. Где они находятся. То есть я слышал Р. Это не живой пришелец, точно. Р-то я слышал, а вот... Гренки были против крыс на случай, если был бы... Было бы старт более агрессивный. Да ладно! Что там за звук? Еще пачка летунов там. Так, ну я бы все-таки не слева пулил, а справа. Хотя это опять начинается риск для... Блин, опять снайпов надо уводить. Это риск для разведчика сна. Да, сэр. Тассер. Выдвигаюсь. Как они мне не нравятся эти летуны. Ну, вы видели почему? Что там за звук? Они, правда, все равно по крыше могут выскочить. Я пошел. А, я не знаю, как лучше быть. То есть как им макаром мне их пулить? Приказ ясен. Попробовать дойти до двери с той стороны. А-а-а! Опять? Попробовать. О-о-о! Выполняю. Блин, да что ж такое? Что? Может реально не весь? Да, опять. Дроны. Блин, а страшно, как будто киберги просто вылетели на меня. И они справа, естественно, иду. Так, ну хоть один проходной пак. Ща Литя покажет проходной пак. Ребятам, взять его! Они убийцы. Ту-ту-ту-ту-ту-тю-ту-ту-тю-ту-ту-тю-ту-ту-тю-тю-тю-тю-тю-ту-ту-ту-тю-тю-тю-ту. Музыка начинает играть очень тревожная. Давайте. Могут вылететь и слева, могут вылететь и с... Как угодно могут вылететь. но дроны они очень медленные очень косые и единственный плюс это бронированность а учитывая что у нас снайпы 2 из них стреляют по воздушным целям ну типа точность плюс 15 ну и плюс урон высокий у снайперского оружием я думаю что нам нужно просто их дождаться и все так нам терпение набраться блин ну где они ладно все я даже не прицеливаюсь все ханкер 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 ханк овер-овер-овер-овер не могут до меня добраться достали о поехали есть попадание а вот старикса можно написать что у тебя что за проблема я понимаю вы недовольны вижу чем-то недовольны youtube упал ничего страшного у нас есть локальная запись держитесь пацаны интересно ледокол все еще здесь минус 2 сожалению не видят ханкер они никого не видят кроме разведчиков да уже фланганули а ничего мы сейчас и спокойно уходим от фланга и скорее всего расстреливаем их правда один снайпер не видит автора вот с точностью беда да в курсе что на ютубе стрим упал уже сообщили товарищем блин а чушь я фланг то не поставил добиваем 1 а вот стекста меня не слышишь видимо дым я общаюсь вопрос создает так мы все 20 человек мы убили слушаем где следующий пак полет он и вопрос только где даже так ну тогда точно возвращаем снайперов влево выполняю в любом случае друзья если у вас каким-то причинам сейчас goodgame не очень стабильно работает и вы поэтому смотрите youtube локальная запись я убедился что она делается и полная запись будет так что держитесь поймал на траве севшую тарелку тоже но не в первый месяц прошлом трае кажется было две тарелки вообще и в первую во второй я пошел это трая будет сильно отличаться что во первых я по-другому сделаю мэков других мэков по-другому раскачаю инфантрю и не буду ее резать может быть может быть но это не точно еще не поздно медиков сапресс переучить может быть но сомневаюсь потому что идея подставлять медика офицера из-за того что он подавляет огнем мне очень не нравится кажется мы здесь не одни так ну двигаюсь на позицию двигаемся дальше да командир опять же пачка летунов поэтому проявляем бдительность кажется от 20 типа 7 до 39 врагов без учета аутсайдеров много очень много конечно ледокол что-то не это самое в чате не отписывается и дальше то есть теоретически может быть что следующий два пока могут быть последние а это шумят уже аутсайдеры которых я бы не хотел вообще трогать двигаюсь к точке так что двери закрыты ну как как закрыты так и открыты может получиться может получиться внезапным и очень плохо сразу возникнут проблемы так и каким макаром мне тогда добраться до летунов они где-то с той стороны тарельки первый вариант попробовать вдоль на вдоль там укрытия нет нормальных второй вариант нырнуть внутрь но из натуре ты можешь даже не выскочить андреалка привет да они прям по курсу все понятно что лет они там и это не упрощает задачу что я например сейчас не знаю каким образом могу подойти так чтобы меня не но не остался здесь разведчик опа а это предел просто этому это пока здесь уже слез справа болезнь рискуем секеры дроны отлично это инопланетные устройства предназначена для преследования и нейтрализации одиночных целей похоже она оборудована хитрой системой уклонения нельзя было так делать я бы для тунов там опять не ушел бы просто никак не ушел бы надеюсь его в один хочешь не задушит разведчик вроде не добегают не добираются 27 ой опасно все равно он должен типа пол хода потратить на инвиз а потом уже лететь вперед все они придушили а то вон он там бы остался просто этот разведос досвидос разведос все уходим к чертовой бабушки так по крайней мере если его начнут здесь душить я смогу с снайперами снять с кальмара с его головой ведь хотел подсветить не получилось сейчас друзья что-то там репорт какие-то на youtube онлайн нагрузка норме хорошо отстреливаем отстреливаем как-то на самом деле простой как тут можно только не надалеко уходить сикер рядышком отстреливаем ну этот и следующий пак как минимум это это точно потому что мы слышали летунов мы убиваем этот пак очевидно стреляет сикер один процент отлично и проявился и дрон прилетает отлично все сейчас мы с ними справимся там вдали дымится мой танчик бедолага сикер причем не взлетел поэтому 89 мимо но мы типа с полноценным критом по нему в жахом то есть видите стопроцентный крит это значит он на земле находится он не взлетел 65 летит дрон нас уже обошли но ничего страшного даже кривой снайпер попадает ну кривое неопытно имеется так возникает вопрос каким макаром не спулить последних летунов чтобы чтобы разведчик остался живой чтобы разведчику не прилетело как в прошлый раз и что он чудом там не сражался за жизнь я думаю надо сначала услышать направление понять как вообще это аут и мне предлагают сразу аутов спулить я не хочу где же где же летуны конечно на дуле вы часть тарелки переходить летуна уже не бывает в командирском паке насколько я помню бежать всеми не хочу ну что я стою как раз на позиции с который позволяет сражаться с аутсайдерами блин бедный разве доза понял этом не пустыльги не пистолет и пулемета нихрена у него нет мне кажется летуны находится вообще за изгоями раз я вижу такое направление странное нет мисклик блин хорошо не спулил никого просто рывок и все это и сейчас мог спокойно разведчика отдать просто из-за того что по клетке не попал вообще проще простого каширский код привет а вот это уже летуны пропустил как тебе вообще этот трайер остановка сооружений с расстановка все отлично мы выбрали другой бонус для начала то есть но он не лучше не хуже он другой тебе с одной стороны дается мастерская лаба сразу вот но это собственно в этом бонус заключается сразу начинаешь исследовать и то что производишь она подешевле тут же с другой стороны как бы нет дешевых спутников как прошлый раз блин как мне подходить сюда вообще я не знаю где они это изгои слушай где летуны и скажите блин как мне к ним подходить вот они есть хорошо я уйду по крайней мере от овера потому что с угла так теперь надо бы понять как откуда они полетят они могут поверху полететь но они за разведом скорее всего побегут поэтому разведая скорее всего сейчас на фул вывожу вправо куда-то сюда главное не напороться на следующий пак но вроде никто не звучал нигде я ладность пропускать исход предпочему приложение как и пропало в сморте вы там что-то с документами надо подписать или ты перепадать не знаем странно что мы сегодня планерки от не обсудили все убегает мне не убегает подожди уже выдвигаюсь до убегает да но они идут за разведчиком и отсюда отходить не хочу далеко я бы занял елку какую-нибудь проверенную большую проверенную елку вот такую типа встал бы за нее и с ханкером уже принимал летунок потому что полное укрытие дает тебе 40 защиты ханкер удваивает защиту 80 у противников сейчас редко бывает точность больше 80 85 то есть это своеобразная такая защита полная от текущих врагов главное чтобы тебя не облетели чтобы тебя не подавили чтобы тебя овервочами не поджали чтобы ты мог уйти с этой с этой точки что разведчик как вы понимаете человек в этом плане очень уязвимый мне например не нравится что справа я не так много вижу как хотелось бы но они я думаю все еще далеко да да они двигаются а вот кажется 1 же есть на крыше 2 внизу хорошо и у снайперов появляются уже первые цели прекрасно 99 99 крита не жалеем я надеюсь что это последний пак и мы перейдем к финальной и самой ответственной части этой на ложке а именно к командирскому паку но позиция у нас хорошая главное там разведа не потерять окей здесь сняли хорошо смотрим еще двое улетает один у меня нет прицеливания это раз я не смогу прям расстрелять подпишите доки удобно очень уже несколько месяцев не работы какой несколько месяцев не пугает и так она хорошо хорошо сделаем минус один последний литун к сожалению ускакал а он просмарт они по android не со смартами там не все так просто смарт и не будет скорее всего ближайшее время потому что twitch не пропускает наше приложение из-за того что трансляции которые есть у нас есть на твиче видимо кто первый подал тот и молодец такая вот классная система переписывались немножко с саппортом это что за звук так может подсветить давай чуть-чуть поближе ладно скип кажется мы здесь не одни сейчас должен вылететь у него паника закончилась уже да он здесь уже и ни один снайп не видит серьезно наверно имеет смысл одного снайпа чуть правее увести давай вот сюда даже лучше слева то не может быть врагов улетел гад все улетел вот спроси то ищи его теперь здесь не я дождусь его я не хочу сейчас бежать разведчиком и ловить во первых я разведчиком его не убью когда встречу а у него полное здоровье во вторых там овервотч ладно у меня молниеносный минимальный риск и даже если его там встречу я не смогу остальными по поработать по нему так что вот он как раз сюда подошел уже я видел по перемещению камеры правда у меня тут люди немножко не точные даже полу укрытия будут пробивать ай молодец гузман получает повышение 28 человек убитым и кажется больше здесь кроме командирского нет у меня засоленный специально скан да и шумит именно командирский пак ну мы помним что командирский пак он конечно жесткий не стоит его недооценивать позиция у нас классная все кроме танчика живы плюс есть опять же скан который поможет нам немножечко пострулять не рискуя разведчиком подходим к дверному проемам прямо к двери к двери встаем открываем на полный ход следующий ход открываем дверь ужасаемся шестерым врагам там кто-то есть кажется на такой стадии здесь всегда аутсайдеры по 10 хитов у каждого погнали нет и мэна парочка а у топ четверо и 2 именно и так прочим хорошо хорошо блин было бы классно эту ресурсную миссию пройти так как заходить то лучше по низу или по верху по верху прошу про мне кажется надо вдоль час убегать и к дереву стремится погнали обязательно прицеливаемся снайперами задача их расстрелять до того как они дойдут до моей основной группы для этого надо рашануть скажем сюда разведчик у нас без инвиза не это самое не следующих вот я просто выгляну не буду скан докидывать мне нужно желательно бы увидеть что они прошли что за звук сталина нужные позиции не вижу значит ждем еще один ход надеюсь меня не обойдут сбоку да слышишь кажется шаги уже неплохо и снайпы смотрите какие ваще 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 так пока есть возможность по аутам стреляем потому что они регене там мы тут можем просто критами на раздавать всем правда это мы не можем раздавать ладно скритом 50 все равно ай молодец fx open повышение получает здесь мы убиваем до изи разберем убиваем 3 второго аутсайдера я не вижу где четвертый получается да но здесь ухожу за угол сразу хоп дальше сейчас я бы они уже за каверами близко болей она как мне с разведчиком без прицеливания здесь а по тебе сейчас будут стрелять массовым отойти назад закинуть скан отойти назад закинуть скан только поверху то можешь там будет тупик у тебя уже выдвигаюсь я видел трех как минимум эйнди привет здравствует миша мы сегодня поругались немного на работе с коллегами так и тут я говорю я пошел курить ну чтобы остыть и не напороть лишнего разворачиваюсь а в дверях стоит и говорит прохладненькая мест нет мест нет мест нет инди вообще честно нет мы проверяли нету 45 45 блин надеюсь разведался не фланга но ты вроде как не должны не успевают этот орёт зовет на помощь на тарелку же никого не осталось они знают где я я нахожусь меня нет поэтому может еще подставят бочину этот бежит да этот фланг отлично единственная цель убиваем бах стреляем но разведы надо убирать сто процентов а потому что сверху к нему мог человек подойти они иногда не видят не видят а потом хопа и и 2 бегут на разведос вот еще потравится сейчас смотрите-ка они любят в кислоте побегать этот вот по кислотах не как так это фланг скорее всего но мне их нужно подсветить теперь уже нужным уже выдвигаюсь не вижу увы друзьям сейчас они должны кавер найти наверх запрыгнул хорошо здесь нет другого выбора кроме как подойти вот так и подсветить вижу только одного увы и видит только один снайп правда это fx он может попасть вероятность 84 процента и попал но ох остальные снайперы что-то не не могут дам нужно прятаться здесь опять я не знаю где еще 2 скажу полностью извиженным там чтобы они флангануны а это ближе уже ох ну чё делать краю подходить или там овера могут быть хорошо видим одного который не раненый есть ранение пытаемся его добить fx open без прицеливания последним патроном с вероятностью 64 процента попадает также дело за последним снайпером 65 файфер есть остался один аут я в ханкере он подходит возможно стрельнет не вижу его где-то здесь за углом был до по анимациям да ладно он реально же там был да нет если ты его не видишь по клеточкам там значит его там нет не он там что что вы со мной делаете то как где он там прятался есть попадание 5 и 86 давай блин ребята баржу взяли нет не взяли еще 90 процентов надо проверить чтобы этот ход закончить игру есть даааа мы мы справились короче танчик у нас покоцался разведчик сильно в ранении конечно фатижные в ранении ушли но но это круто это круто это много ресурсов здесь все таки возьму надежную позицию плюс 3 меткость не мог дала дали мало здесь снайпер 77 плюс 683 хорошо инженер всегда сапер хит дали отличным и снайпер которые 3 меткости мало так ну что друзья здравствуйте 120 лирия 90 сплава в борт компьютер операционные источники энергии вы говорили денег нет да нет операционные продаем источники энергии пока продаем борт компьютер продаем 600 просто голды просто просто 600 баксов больше 100 баксов при том что я сплава еще не продавал хорошо что я хочу я хочу копать я хочу нанять 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 новобранцев хочу починить танчик сделать еще один новый танчик 2 хочу сделать еще один прицел защита из плавов ну корабль бы не не брать car просто недвижимость полたい то есть нас все таки awarding еще один в давайте давайте кораблик давайте она же настолько SOL тоже мне очень часто да и Может прийти бессердечие и холодность Так, ну это только, как бы, это старт Это не то, чтобы март, но это старт Запросы там только на спутники Мы в любом случае их выполнить не можем Спутник, а, продажа артефактов Иллерий Извините Что-то я пропустил, Иллерий Спутниковый модуль готов к работе Но два спутника в заказе я не могу запустить Но будем запускать, естественно, в Северную Америку Для покрытия и для бонуса по перехватчикам Разведчик проанализируем И инженеров на фрагменты, да Да-да-да-да-да, сейчас пока тратим Разведчика сейчас будет проще сбивать Какое следующее исследование? Первый вариант это лазерные технологии Или все-таки улучшенные технологии брони? Технологии брони в плюсе, потому что Да, броня Потому что я до этого сделал броньку И Уже сделал исследование То есть, как бы Нет смысла в этом Хотя я там прицелы тоже сделал до этого Ну ладно Точно, может с лазерной все-таки Пехотинцы, овервотч, все дела Как раз под это Меньше урона, но зато Маневренности больше И хитов больше Фаланги дешевенькие, 35 Даже дешевле будет, почти по 30 Твоя лазерная Перехватчики прибыли Сразу переоснащаю на лавину На случай, если файтеры полетят Они могут полететь Низкотранспорт Обнаружен объект Педалька говорит Да какая педалька? У меня весь топ в воронениях Педалька У меня нормальных снайперов нет Одни лемминги Жесть Разведы надо вместо танка брать Маневренного Но на этот раз С пистолетом-пулеметом Не, ну конечно Жир по ресурсам Но Это миссия Аня 1х1лад0r Поддержал ваш канал На 100 рублей И сообщает Пиццу привезли Надо подлететь Да Лет с трагаин Лет с трагаин Я не успел доделать прицелы И прочее Блин, ну сейчас будет посложнее Потому что Повторюсь тут Люди менее опытные В этом трае у пришельцев Просто галка Второй шанс Диггер 67 Поддержал ваш канал На 100 рублей И сообщает Они вернулись Они всегда возвращаются Так Ничего И медик получается Ну развед вместо танка У него маневренность Космическая Датчик движения Только ему дам Я бы ему дал еще Вторую защиту Из сплавов Но не успел сделать Ну они конечно Столько ресурсов Просаживают На эти вещи Если удастся Захватить и вторую тарелку Я буду купаться В ресах У меня и так Сейчас 130 сплавов И при этом Я сделал все Что хотел То есть я купил Там перехватчиков Я закупил Что хотел Покопал Что хотел Все равно Строить ничего не могу Пока у меня не доделается А если мне еще Так столько навалят Я блин Не знаю Но шкуру Неубитого медведя Конечно делить рановато Тем более Респы бывают разные Но это такой же транспорт Получается То есть Это те же самые 30 плюс человек Копать сразу все Да я копал Что мне давали копать Я бы прокопал бы Конечно Но мне некуда копать Мы от 4 снайпа Тяжелый пулич Разведчик на разведку Медик Пехотинец Гранаты нет Михаил Инжа ты не берешь Вылетит сейчас Тебе этим Крыски И все Так что Пулич не С лучшим Увеличен магазин Не с осколочными А че лифт построить нельзя Ну нельзя Потому что Энергии не хватает Ждем термогенератор Опять подсказки Да Ну дай бог Респ хороший А да погнали Блин Шторм 1 Готовимся Дайте респ нормальный Блин Блин Шторм 1 Готов к выходу Ждем Ёпарас Сэпэ Корабль сел сам Падения не было Так что ждите Сопротивления Вот это Респ Капец Я как бы По центру Тарелки Угол Где-то Здесь Но я не уверен Что там Никого нет Включаю Датчик Движения Вижу Сразу Командирский Пак Из 6 Человек И Вижу Пак Слева Уходить Отсюда Это значит Уходить С респа Блин Ну прямо Я не могу Идти Там Там во-первых Есть риск Спулить Командирский Во-вторых Но с другой стороны Здесь ближе К углу Тут-то вообще Бежать Безнадёга Возникает вопрос Что за пак Здесь И как он Себя поведёт И смогу ли я В принципе Миновать Командирский Пак Ну он справа Находится Окей То есть я его Оттуда не увижу Чёрт Чёрт Надо прятаться Негде Понимаете Единственный Мой нормальный Вариант Это выйти В угол Иду Вижу Четыре человека Вижу Ну да Мне нужно туда стремиться Там два пака Блин Так могу уже Увидеть Поехали Ладно Чё ж поделать Снайпа нарез Снайпов В принципе Нарез Писи Что я могу Пострелять Ими Типа Ещё Имею Возможность Эвакуироваться В рамках Этого Хода А остальными Жесть Ща послушаем Ну я вижу Там И по командирски Пак И пак И виднеющийся Второй пак Топают Тептоиды Дроны Блин Я не услышал Ни летунов Ни крыс Датчик движения Не радуйся раньше времени Пак идёт на тебя уже Один пак Не статичный Идёт на тебя Они находятся Прямо за этим углом Ну Приехали Короче И чё будем делать Ничего Просто Снайпы прицеливаются Эти на обера И время молиться Выходят крысы Крысы Всё-таки здесь Есть попадание Минус одна крыса Бегут 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 Два по 40 По 40 Так Грянка есть Грянка Только не второй пак Там ещё кажется пак Там тоже пак крыс Я услышал Тыгдык 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 Только не выбегайте Только не выбегайте Оооо Стреляем Раз Хорошо Два Хорошо Три Четыре Хорошо 82 Мимо Разведчик 95 Господи Только бы не сразу Второй пак Перезаряжаюсь Прицеливаюсь Перезаряжаюсь Перезаряжаюсь Прицеливаюсь Перезаряжаюсь Сектоиды Это что за звук Это сектоиды И ещё пак справа Он может реально проверить На маршрутку Я не хочу от респа Пока отходить Потому что близко Шаги Мне это не нравится Да Да но Сектоиды справа И позади Ещё кто-то Надо отсюда Типа уходить Сектоидов Как-то убивать Там точно Они одни Да там пак С четырёх Сектоидов Плюс командирский пак Пулим Скорее всего О они на крыше Это кто это Сектоид на крыше Так А как же мне с ними Справляться Если Блин Мне не нравится Что А Капец А я не могу Отсюда никуда Уйти У меня нет Укрытия Просто Я должен Рассчитывать На то Что они Типа Не увидят Снайпов Ладно Давай Сейчас Спрячемся Ох Волнительно Ну рез Вообще Аховый Слияние Пошло Сколько там было Четыре человека Справа Ещё бегают По тарелке Надеюсь Что на меня Не выйдут Но я ближе Не могу подходить Там нет укрытий Ну и ясно И где они там Они могут Выскочить Из этого Дверного Проема И тогда Мне такой Бум Будет Просто Да Короче Надо всеми Сюда Ну иначе Просто Выходит И снайпа Убивает Ставим Под каверы Как можем Черт Добегают Мне Люди Это Не кавер Да Это Кавер То Не кавер Охренеть Генни 123 Поддержал Ваш канал На 100 рублей И сообщает Вылетает Шамандер на тарел А это Оказывается Была маршрутка Ну Шамандер Спрашивает Да Они будут Сверхом Ходить Черт Это Жестко Сейчас Нам Посмотреть Где они По слиянию Хотя бы Посмотреть Где парочка Меня Очень Пугает Открыв Представляете Выходит И все У меня Тут Спины 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 Может Успеть Пока Не поздно Сюда Метнуться Есть Срочно Рывок Так По крайней мере У нас Хоть и Полукрытие Будет Но По крайней мере К нам В спину Не выйдут Не все Успевают Вы Принято Они Они точно Там Что-то Мутят Ну Ну я Ухожу От Респа То есть Я Если что Вернуться Не смогу Так Ну здесь Угол Здесь Ребят Надо Вот Этот Угол Занимать И Если Если это Не маршрутка То Самое главное Не спулить Аутов Ну и Отбиться От ближних Паков Вот те Которые Сейчас В непосредственной Близости Ко мне Находятся Приказ Получен Командир О Давай Все Овер Овер Пока Да Да Они Ищут Путь Помним Про то Что Нам Внутрь Заглядывать Нельзя Выходите Кто Это Ответный 50 50 Давайте Ребята Попадаем Не Попадаем У нас Полуукрытие К сожалению И Слияние Хорошо Это Он на полный ход Кажется Подошел Так Теперь Они знают Куда им бежать И выходят Сверху Нет Да Я успел Так Есть Сапресс 82 Потому что Угол О Ребята Как же Все таки Икс Чем Хорош Как же Икс Чем Хорош Убиваем Верхнего Он Бесконтактным Методом Дверь открыла Видимо Через крышу Пришел Может даже И дым Надо здесь Кинуть Не Не Пожопиться Потому что Не надо С таким С такой Динамикой Ну Типа У нас Нормальные Каверы Ну В смысле Нормальные Овервотчи Возможно Паника Блин А может И не паника Там их двое Скорее Сего Паника Пришел Как мы Его не увидели Алло Нет Попал Ранил Ой Разведчик Разведчик Снайпер Ранение Хорошо Что пережил Ёп Как Как мы Его не Увидели Я не могу Понять Что это За стелс Такой Он Подошел Ровно На одну Клетку Какую-то Из темноты Так что Ай-яй-яй Так Давай Меняться Местами Кто Кто С кем Меняется Есть Пробитие Нет Я на Ханкера Лягу Просто Медика Надо Как-то Подтащить Есть Ханкер Никто Его не Увидел Я не Знаю Как он там появился Вообще Что за Покемон Ротация Просто Никакая Кто так Делает Не знаю Лечимся Хорошо Не убил Блин Ранил Сильно Ну Причем Я должен Потом Буду Сейчас Дождемся Сектоиды Типа Попробуем Попробуем Убить По длине Вправо Ну то есть Уходить И пулить Вправо Не трогая При этом Аутов Здесь А потом Нужно Будет Если мы Зачистим Удачно Эту тарелку Без Аутсайдер Метнуться В противоположном Направлении Ждем Сектоиды Он выйдет Он должен выйти Главное Чтоб не так же Как в прошлый раз Типа Вышел И сразу С концами Может Поменять Пехотинца С разведчиками Не нравится Мне его Позиция Разведчика Он слева Скорее всего Выйдет Мне кажется Да Я слышу Как он топает Своими ножками Голенькими По Полуметаллическому Здесь он уже Да как это происходит Я не понимаю Мне не нравится Уже эта позиция Либо надо Горенкой снимать Ну здесь уже тупик А влево я не могу выйти Не на самом деле Если снайпов То можно сюда увезти Я полагаю Так Ты пока ждешь Ты пока Перезаряжаешься Будем контузию Снимать С него Он же косой Как не знаю кто Не нормально Уже неплохо Ну я не понимаю Как мы его не видим Потому что здесь Полуукрытие Реально И Но он не должен Ну мы должны По нему стрелять Потому что все таки Угол такой Типа возвышение И он выходит Как раз Как будто с крыши Но я уверен Что если этот Полукавер снять То я бы Начал простреливать Но у меня К сожалению Нет Я не слышу Ни одного летуна Я не слышу Ни одного Я только слышу Сиктоидов И Дронов Это очень хорошо То есть будут Какие-нибудь Сикеры Наверное Которых мы не слышим Проблема в том Что у меня Снайперы Не могут стрелять По летающим целям Нормально И В отличие от прошлой Там я взял Опытных товарищей Но я не знал Что два транспортника Будут подряд Все Сейчас уходим вправо Пытаемся Выйти на длину И Ну представляете Какой буст будет Космический По ресурсам Если мы справимся С вторым транспортом Здесь Я там сразу Лабу мастерскую Как только Это сделается Но шкуру Неубитого медведя Блин Это фотка С вчерашнего Ну там типа Че такой грустный Улыбнись Улыбнулся Сектоиды слева Но не хочется Мне их выманивать А какой выбор У меня Их нужно сюда Выманивать Развидосом Вправо Я убил Ты всего 8 человек Из 30 Рискуем Поехали Вижу цель 4 сектоиды Ну я как бы Че Я ныряю Нельзя разведчика Там оставлять Потому что Паника То по уме И он там остается На 2-3 хода И до конца Этого хватает Для того чтобы Так где бафы Вижу Этот подходит Чуть поближе Но я бы сюда встал И здесь уже Под ханкером Потому что Мне невыгодно Пропускать их По левую сторону Ну желательно Чтобы разведчик Видел их справа Нет Это изгои Просто шумели Блин Не дай бух Они опять Через изгоя Пойду Через эту дверь Достали Но здесь их нет Это очень настораживает Во первых Они могут Реально идти через А нет Вот один стоит Вот второго Бафают Окей Ладно Давай Терпение Мой юный друг Сейчас такой Один из самых опасных Моментов Кроме старта То есть пока Непонятно Какая у нас дистанция Как мы на ней Работать можем То есть Врагов по-прежнему Еще много Ага Уже поближе Да Спокойно Михаил Кажется они не выходят Блин Ну дайте я им Еще шанс Выйдем Что это очень странно Обычно они Продолжают Преследование Ну если что Я подойду Полукавер сюда Ханкер Наверх Там не должно быть Много Оверов Да И покажусь им Покажусь им Покажу Куда я ушел Типа Ну я так боюсь Но верно пороться Вы бы знали Ну я вижу Что парочка справа По крайней мере Да Все справа Все Дальше уходим сюда Ну типа Они знают Где разведчик У них нет Поводов не идти Они не паникуют Ничего Все Они нормальные И Это что за звук Блин Вот они душат меня Да Да подходит Ну уже поближе Надеюсь Еще одна информация От меня Сподвигнет их Подняться Еще на полходика Наверх Это что за звук Да хватит Сектой Да вы чего Я же Вы серьезно А он поднялся Он поднялся Окей Когда показываюсь Снова Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа хорошо молодец 50 просто у меня у разведчика вообще укрытия нет кроме вот это вот основного если сейчас его ой молодец молодец попал 50 молодец его-то в панику легко вообще спа повергнут легко второе туда же все паника нет сика уже надо идти спасать его о пожалуйста блин держись развед место просто его так ненавижу есть возможность подсопресить пули чем наверное да надо наверно пулечей пехотинцы здесь составлять пытаясь косыми снайпами у cover прострелить 40 60 50 продолжает мне паниковать человек сейчас вот просто мог улететь один один неоперативный мимо чипсать 5 есть так ну здесь овер здесь козер еще два сектоида не паникующих пришел в себя разведос но я бы что это было прислушался так сюда тоже опасно он же может просто пройти спрыгнуть каким-то макаром сверху я его не вижу не увижу и рискую немного да он там уже подошел курлыч там за кавером подавление и второй там же ой и плохо уходит уходит кажется я увижу его не совсем то есть увидел но попал что-ли 40 процентов попал молодец да надо сопресс пытаться сбивать я бы не понимаю что вероятность не ниже чем под полу под полу укрытию но мне бы хотя бы разок попасть чтобы просто разведчик в следующий ход не фланганули ну зараза понятно ну как бы это уже как бы плохо есть 35 попал ооо щебида я постреляю даже по нему а потому что он бит и я фулл кавери он не может минус третий пак ребят третий пак да ладно два транспортника можно взять спокойно не не это самое не дели опять начинается где изгои мы знаем мы их постоянно слышим здесь надо наверх забираться и вот дальше 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 подсвечивать 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 вы знаете я только наверное попробую подвести пулич поближе потому что нет тогда некому снайперов прикрывать если кто-то побежит не по прямой то все то снайперы же без кавера они должны вообще там медик стоит пехотинец и в общем надо проходим молодцы я слышал дронов и с ними не воевал еще я думаю будут сикеры дроны что это был мутон что ли кто рычал да не 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 может такого быть какие мутоны в апреле это чего михаил о дроны понял теперь мы знаем где они мутоны не страшно да мутоны конечно так но здесь бы я на пол ходика тогда подошел чтобы у меня было больше опции не увидели мне надо еще умудриться от них отбежать что это за звук увидим снайперы скорее всего ничего не смогут сделать а мне нужно блин а я так могу спулить кого-то или вот так улететь хоть пусть будет полукаверт но зато разведчик расстрелять могут а ты можешь кому-то пострелять давай пострелять ну куда ты стреляешь просто в стенку какую-то понятно попал вроде ну видим только одного просто я могу сейчас зайти на ту клетку на которой не был до этого и к своему удивлению обнаружить что да поэтому я лучше лучше так я понимаю что они могут меня по мне пострелять но я надеюсь на дистанцию да и они даже не решают стрелять хорошо голографического целеуказателя надеюсь у них нет и третий ноги хорошим да крыса еще есть крыса есть услышали крысь и летунов внезапно а как это получается так а как это извините так тем лучше прицелиться да всеми лучше прицелиться точности никакой у снайперов ну типа дистанция у нас есть поэтому побежали задача ясна а летуна крыса в одном паке а точно хотя я насевших редко встречал такое обычно чистые паки они не могут стоять на овере поэтому я просто иду подсвечивать и стрелять снайперами после прицеливания один летит кажется по один летит по крыше я его потерял из виду да что ж вы машете там 76 промазал 60 промажу 64 есть один попал хорошо уже близко надо сюда уже отступать крыски топают они не могут быть так ты сюда чтобы не было фланга сейчас он вылетит вправо его должны увидеть может даже сядет он флангует меня но не в этот ход кажется я надеюсь не в этот ход на окей спокойно без паники метки ни хрена нет 42 42 попало кажется 60 да молодец давай 76 тогда чтоб того ранить хорошо забираем уже получается четвертый пак друзья почти забирали забираем почти забрали 16 человек сейчас перезарядки двигаемся дальше слушаем где я крысы и летуны по крыс чистых мы убили в самом самом начале двигаться нам разведчиком в том же самом направлении нужно но опять же я лучше сделаю это после того как хотя бы перезаряжусь на парке хотя бы перезаряжусь в идеале конечно нужно еще прицеливаться Друзья, у нас апрель Новый трай С новым бонусом Для разнообразия Чтобы интереснее было Я решил взять бонус Когда дается сразу мастерская лаборатория Также внесены коррективы Опа, вот и пак Сикеры, правда Четыре штуки, но сразу на мне Они опасны им, потому что Опять же, у них жизни много, попасть по ним сложным Стреляем, кому могу Попали по одному, но там еще Дэмэдж редакшн двойка Давай, хотя бы одного убить Есть, минус один Их там четверо, да Мэков я буду делать других тоже Ради разнообразия О-о-о-о-о-о Я допустил ошибку Ё-моё Ну сразу медика надо подводить Да я что-то не подсопрессил В поле чем, я должен подсопрессить в поле чем Жесть Ну там может быть инвиз, конечно Надо разведчикам попробовать стригерить Невидимых Да Шесть процентов Ой, если будет второй, то это уже плохо Второй Восемнадцать, нет Может и третий будет Фу Что ж такое Аркадий Михаил Пары очень хорошие нам нарандомились Дерьмо Упал, нет Такой ты наивный, конечно Так, сейчас не повторяю ошибку Подсопресс хотя бы вот этого упыря Что могут снайпа придушить Я бы Ну там же три сикера, правильно Соответственно Один может под инвизом уже лететь Надо следить за каверами Что? Я разведчика не вернул Что? Что я делаю? Дебил Я тороплюсь Ой, сейчас разведа убьют Не стреляй по нему Не стреляй, пожалуйста Не надо Ой, дебил Тороплюсь Надо заканчивать срочно А то он начинается уже Ой, живи, родной Живи, 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 живи Снимаем кальмара с него Там два овера еще будет у них Надо им сейчас на рывке стремиться Разведусь На каком рывке? О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о Да, надо бежать Выдвигаюсь Да, потому что это дает мне хоть шанс Пострелять по инвизам Хотя бы по одному 56 Надо снимать пытаться Ну, попадите, ребята Очень нужно Один попал, один хит снять Ес Остался один сикер Только не стреляем, я в разведас Ес Ес Оооо Все, к снайпам пошли Дай их сжать, скорее всего будет Задела? А теперь в бой Мчусь Вас поняла Задача ясна И, конечно же, большое спасибо FXOpen Который Закинул челлендж В 500 тысяч рублей Таких челлендж у меня не бывало Вот он, прилетел Есть Да 20 человек 20 человек мы убиваем 20 человек Я слышу литанов Я слышу Карисолидов Надо пройти игру Тоже На На таком же уровне сложности С такими же условиями, как и предыдущий трай Только без жесткого ограничения по времени То есть Надо сделать в течение 2001 года Это Сейчас аутсайдеры бегут Уважаемые шейки Только без подобных челленджей на Да На PUBG Хорошо, что вкусы нормальные Товарищи тоже 2001 Ну, 21 Ребят, ну что вы начинаете? Вы Действительно Слушаете, что я говорю? Прекращайте Нет, я, пожалуй, потрачу на него аптеку Хотя Мобильности вроде как хватает Но это вроде как Тем более у меня Две аптечки у медика И еще, кажется, есть страховочные аптечки Да, у Пулича есть Кажется, у одного из снайпов Нет Ладно, две аптеки остаются у нас Порядок Я пошла Кроме, пару клеток выиграем Сейчас пройдем дальше по По тарелочке Ориентировочно две группы войск Осталось еще по четыре человека Я слышу крыс Я слышу литенов Но начиналась эта миссия Просто ахова Просто ахова Вот это вот респ И три пака рядышком Ну, выяснилось, что один командирский Второй крысы Третий сектоиды Укрытия нет Ну, вот укрытие Вот эти вот камешки До которых ты не добегаешь Наверх забраться не можешь Сюда идешь сразу Пулич еще паки И все Но Это уже второй транспорт в апреле Очень денежные миссии Спасибо, Войл Кенот Где очень много воды Разведчик взял и вернул А там снова ты Да Рыбу надо сегодня послушать Давайте после этой миссии Наверное, закругляться буду Потому что начинаю торопиться И ошибаться Ага Слышу литенов Ненавижу литенов Из-за их постоянных Овервочей Я пробегу все-таки вперед Мне ссуваться в тарелку Самое последнее дело Ты Рыбак? Даймень поддержал ваш канал На 300 рублей И сообщает Привет Привет Фейл 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 Спасибо Отсюда вывод Времени власть Немок тобой Спасибо за стык Черт Ну Да Так Ну здесь дверь открыта Но там не должно быть Пака аутсайдеров А ты нормальный вообще Вот так рисковать? Ну я видел 6 человек внутри Почему ты не хочешь Сюда пройти? Что опасно От литенов ты можешь не уйти И лучше пройти по периметру Датчика движения больше нет Да? Приступаю Но Два пака и аутов Я-то не готов убивать Особенно на такой позиции хреновой Я слышу крыс И литуну Да, увидел Отлично 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 Пак крыс отдельно Литуны отдельно Мухи, котлеты Все как надо Выбегают Отлично Даже снайперы постреляют От отходу О, окружили Ладно, не окружили Нас так просто Не возьмешь на мекине Не проведешь Проверка на возраст Ну разведчик даст фору Вот этим вот этим Быстрым крыском У него 16 маневренность У крыска, правда, 18, кажется Но ему-то нужно Чтобы Его на пол хода не догнали Так-то Девяносто мимо Девяносто мимо, 84 мимо, ребят Окей Погнали Заводим крыс Да, они шустрые У нас есть дистанция Безусловный плюс Реклама Фоксопен Здесь имеет место быть? Нет, это не обговаривалось Но она идет Естественным образом Так как Никнейм товарищем Блин, близко Я не думал Ну хотя бы первого Отстрелить Попал, но не хватило Кажется Не попал Предыдущий попал Если 70 попадет То Кажется Спасибо, ребят Привет Так Очень хорошее начало Во-первых У нас Минус трое Но все три Лемминги Неопытные Мы прокачали Кого хотели прокачать Немножко не хватило Там инженеров И медиков Но есть Лемминги Под них Придут Исследования Да, благодаря лаборатории Быстрее будут По воздуху Мы Несмотря на Ну вот Самая большая проблема Сейчас может быть С воздухом Но пока Вот фу Мы даже Среднюю сбили Уничтожили тарелку Одним перехватчиком Это конечно повезло Дождусь бонуса От Северной Америки И после этого Пойду уже Затаривать Перехватчики А так Благодаря Двум Севершим Транспортникам Все стало Значительно Проще То есть Я сейчас Достраиваю пар И смогу Сразу Бахнуть Если мне хватит Ученых И инженеров Так Еще одна Крыска Спокойно Бахаем Все что хотим То есть Вторую лабу Вторую лабу Вторую мастерскую Вторую мастерскую Что хочешь Школа офицеров Пораньше Окей Ремонтный ангар Пожалуйста Если мы сейчас Упираемся только В количество ученых Инжей Прицелов Сколько угодно Можем сделать Танчиков заказали Тоже в прок Две-три штучки Поехали Я только не понял Крыса же не паникует Так Когда по одной Умирают Задело Ага Выбегает В рамках этой миссии Нам осталось Убить один пак И справиться С гарнизоном Командирским Эта миссия Посложнее Чем предыдущая Просто потому Что сюда летел Во-первых Отряд Менеопытный И резко Очень плохой Сейчас задача Найти летунов И не отдать При этом Разведчика Вот Но если мы Закрываем Эту миссию Это еще Где-то Плюс 600-700 Ресурсов При том Что я Не все продаю То есть там Стасис камеры Я не продаю Сплавы не продавал Я сбагрил только Компы источники энергии Которые мне в данный момент Не особо нужны И Лерий Конечно же Которые тоже Не особо И то не весь То есть за такую НЛ-шку Ты стабильно Получаешь По-хорошему Где-то Ну как С Дредноута Как Косарь Больше косаря Получаешь Скорее всего А на начальной стадии Когда у тебя Мало миссий Мало денег Это Очень хорошее Подспорье Но для баланса Специально сделано Что Ты не можешь Например Бахнуть Сразу Исследовательских Лабораторий Миллион Да Слышу 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 И как мне их пулить Опять начинается Вот этот вот Головняк этот Ну там летуны Блин Летуны меня могут Не выпустить Разведчик на прошлой миссии Чудом выжил Очень опасно Блин Ну понеслась И че мне сейчас делать Там три овера Хамелеона у меня нет Пытаться на рывке свалить 4-14 Блин Только главное Чтоб третий не стрелял Третий меня не видит Кажется Да Ушел Но в прошлый раз Я от четырех ушел Правда С одним хитом Ну это очень хороший старт Разведчик справился С этой Непростой задачей Правда мне придется Сейчас еще с летунами Как-то сражаться Я не знаю как Ну я про то Что они же сверху Могут вылететь Они же по-разному действуют Это не летуны А вот летун Хорошо Так стоп Стоп Ой какая организованность И никто не стреляет Молодцы Для начала Желательно всех ранить По единичке Не обязательно добивать А именно ранить Понятно Сразу минус Минус первый выстрел Есть попадание Второе Ранение снижает Мобильность Точность Соответственно Опасность врагов Есть попали Молодцы Давай еще Третьего рань Ну гренок у них Нет никаких Я наверное даже Разведчика оставлю Под Хотя нет 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 Это очень плохая идея Ты же сейчас С выцеливанием был Соответственно У тебя Разведчика наоборот Под это самое Подстраховать Они не должны Успеть дойти Давай так Я понимаю Что за чертовщина Сейчас должны дойти Я должен их подсвечивать Все-таки Черт Хотя бы немножко Не вижу никого Блин Сейчас риск уже идет Дымов у меня нет Да они там же Это не они Скорее всего Я надеюсь Но они не могли так быстро Да Вот это они Просто выскакивать Разведосом Довольно опасно На фул Потому что там Могут быть Миллион овервочей А я не вижу их Ой Может реально Они обходят меня Блин И я их не вижу Давай тогда Снайпов поближе Вот так хотя бы Будет шанс Не отлететь От первого выстрела Блин Они Ну вроде там Но где Я не хочу Ближе подходить Ладно Рискуем Ошибка Мне кажется Мне кажется Это грубая ошибка Потому что сейчас Его спокойно будут Шатать Вот пожалуйста Фулкавер Ответный Есть Минус один Но он на фул ход Главное чтобы не попали По фулкаверу Они могут Особенно этот Не не стал Два действия Хорошо Этот раненый Маловероятно Хорошо Блин Какую же Икс ком Классная Сразу Нервы Валидол Шо Через 20 минут Я буду готов Если не за файлем Есть Ранение Убиваем Это 28 Кажется Ребята А еще один Летон Летит Ответный 26 Он тоже Раненый Ему Паниковать Он может Паниковать Да Черт Снайперы Давайте Я понимаю Что вы без Прицеливания Вы не можете Ничего сделать Но хотя бы Один из вас Хотя бы Один из вас 40 56 Давайте 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 Есть 28 человек Легкое ощущение Дежавю Потому что 28 было На той тарелке Ну сейчас Задача Наверное Разведчикам Проверить Что справа Никого нет Потом Рашануть Всеми Вправо Да Ближний Пак Здесь А можно Уже Всеми Ити Вправо Потому что Пока я Слышу Более Близкий Пак Людей Быть Не должно Все бегут Еще Командирский Пак От Шести Человек Не забываем У меня Нет Скана Ясно Начинаю Движение Я пошла Смена Магазина Попутно Перезаряжаемся Готовимся Я не помню С той стороны Что у нас По укрытиям Эту сторону Выбирать Или противоположную Да Все еще Мы слышим Командирский Пак Хорошо Погнали Главное Сейчас На командирском Не запойлить Или например Не запойлить С точки зрения Что там Окажется Еще один Пак Который Я не слышал Например Сикеры Которые Не издают Шуму Ну вот Сейчас Я бы Да Уже Разведчиком Не двигался А шел вдоль Основными Более-менее Организованным Ну я узнаю Это место Может быть даже В левый угол Помните там где Укрытие Бревно Ну хотя у меня нет Ни рокета Ни гранаты Для того чтобы Нейтрализовать Ну убрать укрытие Так что возможно Мне придется Воевать по старинке Датчика движения К сожалению нет Чтобы убедиться В том что Внутри никого нет Поэтому я сейчас Сначала Не буду разведчика Повторюсь трогать А сначала Пробегу Товарищами Вправо Потому что Там же Сикеры были Их может быть Больше Может быть конечно Паков может быть Ну у меня в последней Миссии Икс чем Было Два пака Элитных Вот он Спереди Сзади Как бы Паков может быть Сколько угодно Точнее Не паков Сколько угодно А не повторяться Могут миксоваться По всякому И ориентироваться Надо по звуку Сейчас звуков Никаких нет Кроме аутсайдеров Кроме командирского Пака Но тем не менее Есть люди Которые не издают Звуков Это как раз Сикеры Поэтому я и Сейчас не лезу На амбразуру Прям полностью Не бегу Развидос Полагаю Уже надо назад Вести Да Без Без страховки Без инвизного Разведчика Без танчика Всегда стремно Вот так двигаться Без инфы О том Где точно Браги Потому что На этой тарелке Может быть Хотя может быть Фиксированное количество Паков Можно запомнить 28 7 паков Возможно Варьироваться Будет Количество людей В паке А не Количество паков Типа на такой стадии Не может быть Больше Типа Имеет ли смысл Направо убегать В угол Ну Типа Место Помните То козырное Блин Или пробежать Реально Что Да Давайте Только давай На этот раз Уже все Уже на фул Что И так Ты Время Потратил Много Там есть место Как раз Под снайперов Есть место Как раз Под разведчиком Дымчанский Может там же Пригодится Что за Чинич на 500к Пройти Лонгворн За За 2001 год Ну то есть Это вполне Выполнимая задача И Товарищ И написал Что он Средство переведет В принципе За Без привязки Потому что верит Что я справлюсь Вот Но Ну до выполнения Чинич Это не я Попросил его Сразу говорю А то сейчас Получится Что Скажу что Майкер такой плохой 2001 За 2001 Да 2021 2021 2021 2021 год И как этот человек Может играть Вообще В какие-то Игрушки Более-менее Сложные Ну он же Глупенький FX Опа Напомним Еще по Киберкатлетным Временам Ну что Выходим Лечу туда Координаты Принял Ну же Давай Так А мне бы Разведчикам-то Вправо уйти И полить их Именно оттуда Ну чтобы они Вправо и уходили А не бежали по Что делать с бойцами Остальными Учитываем Вставляю бойцов в угол Помним Про дым Ну и вот Она длина Снайперов Бым В угол Возможно Потратить Лечение Ой Не факт А ты все равно Отсюда не уйдешь Ты можешь отсюда Короче Я контузию Снимаю Чтобы у снайпера Чуть поточнее Была стрельба Очень плотненько Ставлю пацанов Хожу разведом Следующий ход Ну я надеюсь Не будет шесть аутсайдеров А будет такой Какой-нибудь микс Типа с С С фингменами Потому что С ними попроще У них здоровье Поменьше Слушаюсь В motion В motion Погнали Я знаю где они Они здесь По центру стоят Нужно так зайти Чтобы их не Да-да-да Что там за звук Умел шанс уйти Он маневренный Если отсюда увидит Уйдет Есть Шесть аутов Самый плохой Самый плохой расклад Помним что Скана у меня нет Секам Шесть аутов Направляюсь на точку ох ты ж ежик ну они уже подходят здесь как вы видите весьма активно двигаются но я должен уходить и при этом подсвечивать как-то по хитрому снайперам на следующий ход учитывая что сканов нет инвиза нет надежда только на то что снайперы смогут нормально пострелять смотрим по клеточкам вышли они сюда или не вышли на стрельбу пока не вышли но есть еще подозрение что они могут по центру бежать но пока они не должны меня флангануть потраченный ход потерянный главное чтобы они по центру не бежали а бежали вправо хотя бы частично но я не вижу их не вижу их вот здесь уже стоит один хорошо то есть такт мы не увидим но возвращаемся назад блин каждый шаг тут важен мне нужны спинка спинка и методично убивать ну что есть спинка кажется первый пошел какой первый тут три человека уже стоят стреляем естественно по человеку который подставил спину семь раз добиваем его два ну их там шестеро понимаете разведка у меня уже не сильно уходит 64 да хотя бы ранить блин а как мне быть-то разведом я же реально не ухожу им этого я не добью влево уходить крайне опасно добегу ли я до следующей штуки добегаю так и надо делать о хорошо сняли одного покоцались сильно второго снайперы правда выцеливались и сейчас да здесь возможно подставит он есть есть там фланг опять ооо две спины шикарно ребят шикарно хоть и без выцеливания но все равно шанс у нас положительный начну с человека который не добиться прошлого раза раз есть ай молодцы давайте ух миссию закончим такой старт хороший будет без потери имею ввиду есть минус 3 осталось 3 3 изгоя поэтому стрелять не будем прицеливаемся развед да давай не будем рисковать давай за следующую бежим кавер потому что я не уверен что слева не идут они я же не вижу всех но звук идет исключительно отсюда да я понял и опять спинка шикарно раз вижу двоих изи раз попадание два скорее всего убийства прицеливаемся 70 нет смысла нет есть нет нет смысла он отрегенит эти эти хиты которые я сейчас у него отниму остаётся надеяться что слева меня не обойдут в этот ход этот не успеет на фулл ход и стрельнуть да нормально всё надо посмотреть где там ещё один 76 мимо ещё я там выцеливался как раз у меня там двое 80-90 плюс есть попадание да 94 шикарно молодец остался один изгои кажется я видел его силуэт нет не вижу о он уже в углу здесь у меня а вот это было опасно если бы я здесь остался это был бы минус развед хорошая проверка Миша молодец уходишь сюда так вот он стоит здесь подсвечу и опять спинка ребята это победа это второй транспортник за недельку 76 чаще 86 попали прекрасно ух да еще одна удача просто супер шеф причем неопытным отрядом не очень опытным первозванными отрядом и сейчас конечно разгружай просто разгружай экспы вагон вагон экспы разведчик это у нас одинокий пулич метка снайп стреляет по плюс 4 меткость неплохо еще один снайп также плюс 6 топовый прок давай еще плюс 4 такое еще один снайп плюс 6 прок прекрасный гора гора трупов 112 элерия 86 сплавов фрагменты компьютеры операционные источники денег вагон господи и так-то денег 400 элерия 130 сплавов 200 сплавов господи 200 16 стасис камер просто продаю 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 на вскидочку это я за элери не взялся и еще полтысячи короче у нас 800 голды 800 баксов и я не знаю насколько зачем мне эти нет я кораблей я кораблей накуплю когда у нас бонус будет ребята начало положено завтра у нас с вами будет продолжение x чем 100% возможно в двух частях посмотрим ориентировочно начнем все так нет давайте начнем часа в 3 будет продолжение x чем спасибо вам за то что смотрели спасибо foxopen за дополнительную мотивацию будем спасать планету не то чтобы экспресс методом но я прям заряжен как первый трай и будет еще лучше исправим ошибки у нас будут люди отличные мэков порежем пехотинцев нормальных сделаем будет круто мэлда соберем пока 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 стоп ребята завтра варик в 2 часа сначала варик в 2 часа а x ком будет часов 5 я забыл совсем я с этим x комом уже про варик завтра же не забыл завтра будет два полуфинала мун будет играть с лалайтом и лин будет играть или нет 120 будет играть с или лин лин будет играть с соком во все теперь точно все в 3 часа вы а ма